Сегодня у нас 14-я конференция, которая ежегодно проводит Иркутское отделение Российского кардиологического общества. Конференция посвящена проблемам, очень важным в практической жизни, проблемам ведения пациентов с заболеваниями сердца и крупных сосудов в нашей кардиологической практике. Особенностью этой конференции является то, что мы пригласили на наше мероприятие лидеров регионов. У нас участвуют председатели региональных отделений кардиологических обществ, и мы, думаю, что подробно осветим все вопросы. Если у вас будут какие-то уточнения и вопросы по ходу мероприятия, вы, пожалуйста, их задавайте в чате, а в конце мероприятия уже участники, лектора постараются ответить на те вопросы, которые вас интересуют. И перед тем, как, конечно, в одной конференции, в общем-то, небольшой, компактной, нельзя осветить все вопросы, касающиеся коморбидности. Поэтому хочу обратить внимание, что только что с крупнейшим нашим медицинским издательством ГАТАР Медиа вместе с коллегами мы подготовили и переиздали уже в 11 раз клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням. И я думаю, что это очень востребованная книга. Я думаю, что те новые позиции, которые накопились за год, они будут интересны и полезны вам, и вы можете с ними познакомиться. Вначале обязательно перед каждой лекцией так положено обозначить конфликт интереса. Почему? Потому что участие фармбизнеса, индустрии существенно влияет не только на результаты исследования, но и на объективность изложения лекторов. Поскольку мы уже давно находимся в этой среде и в этих условиях, то все мы понимаем те ограничения, те особенности, которые связаны с участием фармацевтических компаний, которым мы, собственно, благодарны. Почему? Потому что это позволяет нам приглашать ведущих специалистов, позволяет на высоком уровне организовать мероприятия. И поэтому такое сотрудничество, я думаю, оно полезно. Конечно, все мы понимаем, что индивидуальный подход пациенту, который пропагандировали еще наши предшественники, основоположники медицины, безусловно, он более эффективен в ведении пациентов, чем стандартизированный подход. И одним из краеугольных камней индивидуальной медицины, несомненно, является коморбидность. Вот здесь я постарался представить вам два подхода. Первый – это доминирующий подход, когда на основе рекомендаций каких-то алгоритмов, стандартов принимает решение врач. И, конечно, такой подход преимущественно используется в практической медицине. Почему? Потому что мало времени для принятия решения. Но в тех ситуациях, когда у пациента есть выраженная коморбидность, когда у нас есть атипичное течение заболевания, особенно когда врач обладает достаточной квалификацией, опытом и временем для принятия решения, тогда можно использовать, и некоторые коллеги такой путь выбрали, для диагностики и лечения особенностей пациента. И такой подход, безусловно, важен. И при этом подходе, несомненно, нужно учитывать и позицию пациента, и его взгляды, и его цели, чего он хочет от врача для лечения его заболевания. Ну вот для примера вам, да, вот возьмем простую ситуацию. Инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность. Для кардиолога такая ситуация распространенная, проблем не вызывает. У нас есть препараты с доказанным эффектом в рандомизированных исследованиях, и мы автоматически назначаем эти препараты. И, собственно говоря, эксперты страха компании никаких претензий обычно не предъявляют в такой ситуации. А добавьте сюда цирроз печени и большой привет клиническим рекомендациям. Потому что как вести в этой ситуации пациента ни исследований, ни рекомендаций нам, в общем-то, полезной информации, достаточной для принятия решения, обычно не дают. Сложность введения коморбидных состояний заключается в том, что даже если мы попытаемся выполнить все существующие или хотя бы даже основные клинические рекомендации, то мы столкнемся с тем, что это потребует колоссального количества времени. Вот американские специалисты посчитали, что если даже врач общей практики попробует выполнить все рекомендации по профилактике заболевания, то у него не хватит просто рабочего времени. А ему ведь нужно еще принимать решения по другим состояниям и по другим проблемам. И обратите внимание, с годами число таких рекомендаций значительно выросло. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ситуацией множественных заболеваний, очень важно выбрать главные существенные позиции и на них делать акцент. В лечении мы в основном опираемся на рекомендации авторитетных профессиональных организаций, которые в свою очередь основаны на исследовании. Но исследования включают пациентов с значительно меньшим числом коморбидных заболеваний и с менее выраженной коморбидностью. Более того, считается, что мы должны основывать лечение на рандомизированных исследованиях. Но подавляющая часть исследований в области коморбидности – это наблюдательные исследования. И в наблюдательных исследованиях пациентов с более выраженной тяжелой коморбидностью намного больше. А в рандомизированных, как правило, эти пациенты исключаются из выборки. И поэтому, по сути, наши исследования и выводы, которые мы используем в практической жизни, недостаточно надежны. Вот попытались сравнить результаты сопоставимых, одинаковых по цели, по задачам, по выборкам рандомизированных наблюдательных исследований. И что выяснилось, что они совпадают только в половине случаев. Конечно, современные наблюдательные исследования, особенно проспективные, использующие регистры, использующие современные технологии псевдорандомизации, более надежны, чем старые исследования. Но все равно они считаются только ориентировочными. И всегда пишется, что нужно наблюдательные исследования нам подтверждать рандомизированными исследованиями. Но в то же время рандомизированных исследований очень мало. Ну и вот такой основной вывод по первой части моего выступления, что рекомендации по лечению болезни основаны на недостаточно надежных наблюдательных исследованиях и анализе подгрупп рандомизированных исследований. Но другого пути нету. У нас другой информации нету. Поэтому мы вынуждены принимать решения, понимая ограниченность научных данных. В свое время, это более 10 лет назад, было сформулировано 12 тезисов коморбидности. Они достаточно известны, часто цитируются, где я попытался основные позиции при сочетанных коморбидных заболеваниях сформулировать в виде понятных, простых позиций. За это время в целом они выдержали проверку времени. Но небольшие уточнения я бы сейчас внес. Например, добавил коморбидные соматические и психические заболевания. И второе, в последнее время очень немало исследований проведено по оценке двунаправленных влияний сочетанных заболеваний. Что касается классификации сочетанных болезней, коморбидности, мне представляется оптимально в таком виде ее представить. Соматическое, когда у нас два заболевания соматических встречаются. Психическое, когда, допустим, тревога с депрессией. И психосоматическое, когда встречается и имеет место у пациента. Например, аритмия, тревожное расстройство. По характеру, по типу связи. Это старая классификация, основанная на предложениях зарубежных специалистов. Ну и по числу связей. Мне кажется, полезно выйти биморбидность и полиморбидность, и мультиморбидность, когда у нас встречается несколько заболеваний. В последние годы исследователи все чаще и чаще обращаются к сочетаниям трех заболеваний. То есть постепенно у нас накапливается научная базис по ведению пациентов со множественными болезнями. Вот посмотрите двунаправленные связи. На примере сердечной недостаточности, депрессии и сахарного диабета второго типа. Исследования показывают, что одно заболевание влияет на другое, а второе обратно влияет на появление, на риск возникновения первого заболевания. И вот таких двунаправленных связей выявлено довольно много. Это еще раз подчеркивает, что организм единый, и поломки в неспецифических универсальных механизмах приводят к системным нарушениям и появлению разных заболеваний, разных органов, разных систем, включая и соматику, и психическую сферу. Очень проблемно и до сих пор ведь не решен вопрос, как вести пациентов с коморбидными заболеваниями. Специалисты, как правило, ведут свой орган, свою систему, и недостаточно подготовлены, и у них недостаточно знаний для ведения других заболеваний. И мы это прекрасно видим, когда получаем заключение разных специалистов со списком нескольких лекарственных препаратов, как бы оптимально вести то или иное заболевание. По идее, интегрировать все вот эти данные и оптимизировать лечение должен врач общей практики или участковый терапевт. Но на практике это происходит далеко-далеко не всегда. Почему? Потому что терапевту, с одной стороны, не хватает специализированных знаний, он опасается поменять лечение специалиста, с одной стороны. А с другой стороны, у него недостаточно, может быть, опыта в ведении коморбидных заболеваний и способности структурировать, оптимизировать лечение. И, возможно, даже есть смысл обсудить о такой специализации, чтобы были подготовлены врачи, ориентирующиеся хорошо в коморбидных заболеваниях. Поскольку в основном сейчас я занимаюсь практической деятельностью, то в свое время, чтобы облегчить себе работу, я попробовал систематизировать знания в этой области. И вот в книжке «Лечение болезни в условиях коморбидности» все, что я мог найти, более-менее надежного, сформулировать в классификации, где препараты делятся на имеющие хорошие эффекты в отношении коморбидных заболеваний или негативный эффект. Эта книжка часто переиздается. Ну и вот на этой неделе в среду Геотар Медиа предложила выпустить 12-е издание. Вот, конечно, по сравнению с предыдущим изданием, которое вышло в 2019 году, произошли некоторые изменения и уточнения позиций. Хотя в целом, я вот еще раз пересмотрел ее, в целом, те позиции остались устойчивыми и неизменными. Поэтому можно пользоваться и старой версией. Ну, конечно, много тонких нюансов, подходов, уточнений. Ну, естественно, исправление ошибок неизбежных. В новом издании мы постараемся учесть. И, конечно, в течение двух-трех месяцев, я надеюсь, вместе с Геотар Медиа мы выпустим это издание. Чтобы проиллюстрировать вот эти подходы на практическом примере, я покажу вам пациента, которого смотрел на прошлой неделе в своем консультативном центре. Пациент обратился вот с такой ситуацией. То есть есть фибрилляция предсердий. Третий эпизод уже. Есть сердечная недостаточность, то есть одышка при обычной нагрузке. Есть гипертония. Есть плохо контролируемый сахарный диабет с гликированным гемоглобином 10,2. И обратите внимание, диабетическая нефропатия, то есть скоростью клубочковой фильтрации расчетной 22 мл в минуту. И посмотрите назначенное лечение в одном из известных клинических иркутских центров, то есть назначили форосимид, таросимид, вернее, конкорд, дегоксин, лазартан, добегатран для контроля диабета глибинкломид и инсулин. Посоветовано было провести коронарную ангиографию и направлен был на консультацию к хирургу-аритмологу. Вот такое было решение. Врачи, поскольку не было особого эффекта, врачи обратились за консультацией, чтобы посмотреть, можно ли оптимизировать это лечение. Ну вот смотрите, у пациента выраженная дисфункция почек. Вот из этой книги, кстати, вот эта табличка, где препараты в зависимости от скорости клубочковой фильтрации ранжированы по дозировкам. Что мы видим? Во-первых, при четвертой стадии хронической болезни почек добегатран не показан. Во-вторых, у пациента плохо контролируется частота сердечных сокращений. Она на приеме была где-то 118. Это пульс только, да, реально, конечно, она была выше. Это же подтверждает и холтеровское мониторирование. И для контроля частоты сокращений были выбраны. Бесопролол очень слабый, кстати, препарат для этой цели, который к тому же нужно коррегировать в зависимости от функции почек. И дегоксин тоже не самый блестящий выбор. Теперь, что касается лечения диабета. Ну, понятно, что идет инсулин, а вот препарат сульфанилмочевины это неудачный выбор. Об этом же говорит последняя рекомендация Каидига по выбору антигипергликемических препаратов при наличии выраженной дисфункции почек. У нас же есть ингибиторы дипептидилпептидазы, которые, в общем-то, и не надо коррегировать, которые не обладают гипогликемическими выраженными эффектами. Почему не выбрать эти препараты? Ну и вот я хочу представить вам свое решение. Во-первых, я обратил внимание на то, что вот это был третий приступ. Первые в 2014-2016 году аритмии продолжали всего два часа, а последний затянулся. И одышка-то у ней аритмогенная. То есть у нас есть хороший шанс, и у меня опыт показывает, что это можно сделать даже при выраженной дисфункции почек, восстановить синусовый ритм. А почему не назначить, например, кардарон, который метаболизируется печенью, и попробовать восстановить синусовый ритм. Но даже если не получится, то тогда для контроля частоты сокращений лучше выбрать, конечно, метапролол, который мало зависит от фильтрационной функции почек. Соответственно, отменить дегоксин и бесапролол. Ну, само собой, добегатран меняем на варфарин, тут вариантов нет, и гликлозит заменяем на вилдеглиптин. Вот такое лечение, на мой взгляд, показалось более оптимальным. Особой проблемой представляет при введении пациентов полифармакотерапия, неизбежная при коморбидных заболеваниях. Как решать эту задачу? Один из важных путей – это выбирать препараты с многонаправленным действием. Ну, вот, например, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Они не только эффективны при сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса, они используются при инфаркте миокарда, например, с диабетом или дисфункцией сердца. Мы хорошо знаем, что в резистентной гипертонии они порой оказывают существенный эффект, снижают давление, которое не поддается традиционным антигипертонизмным препаратам. У них есть небольшой потенциал по замедлению, прогрессированию фибрилляции предсердий. Они используются при циррозе с асцитами. И они используются и для ведения пациентов с хронической болезнью почек. Но антагонисты минералокартикоидных рецепторов достаточно разнородная группа. И очень важным свойством этих препаратов является селективность. Почему? Потому что есть же помимо минералокартикоидных рецепторов еще и глюкокартикоидные, андрогенные, прогестиновые. Если мы блокируем одновременно все рецепторы, то у нас получается масса побочных эффектов. Вот посмотрите, наверху это научное исследование. То есть видно, чтобы заблокировать, допустим, минералокартикоидные рецепторы и другие рецепторы, концентрация спиронолактона примерно одинаковая. То есть одна и та же доза практически блокирует все основные рецепторы, другие. А вот если мы возьмем селективный эплеренон, то видно, что для того, чтобы заблокировать минералокартикоидные рецепторы, концентрация препарата должна быть намного ниже, чем для блокады других рецепторов. И вот эти научные данные реализуются обычно в картинке, которая представлена ниже, где показано, что спиронолактон, несмотря на свою крайне широкую популярность, вследствие, в первую очередь, на ценовой привлекательности, он блокирует ведь и другие рецепторы. Соответственно, мы видим массу проблем, о которых не всегда пациенты говорят. Например, ректильная дисфункция и так далее. И, конечно, если у нас речь идет о выборе более эффективного, более надежного, более корректного и безопасного, главное, препарата, то здесь, конечно, выбор остается за более селективными препаратами. Об этом же говорят и сравнительные исследования, которые показывают, что при использовании более селективных препаратов и эплеринона, и мы очень надеемся, что появится у нас еще фенеринон, то при применении этих препаратов значительно реже появляются у нас побочные эффекты. Фенеринон интересный. Мы недавно обсуждали его последние исследования, которые показали, что он замедляет прогрессирование диабетической нефропатии. Но что касается его влияния, допустим, на сердечную недостаточность при диабете, то мы видим, что эффективность сопоставима. То есть даже при появлении фенеринона у нас будет достаточно эффективный фенеринон, и нам надо будет опять выбирать между этими препаратами. Но пока его на рынке нет, мы надеемся, что он в ближайшее время у нас появится, чтобы у нас было больше препаратов, и мы могли более точно, дифференцированно назначать лечение. Еще одна проблема, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это введение ишемического инсульта. К сожалению, несмотря на появление у нас разных сосудистых центров, у нас, безусловно, улучшилось введение, но поиск причины и введение пациентов, выявление причины и активное лечение, профилактика повторного инсульта у нас явно недостаточно. Здесь вы видите, что треть примерно это кардиомболия, и еще одна треть – это окклюзия сосудов, обычно атеросклеротического происхождения. И, конечно, здесь мы, очевидно, недорабатываем, хотя мы знаем, что для лечения атеросклеротических заболеваний мы должны вести пациентов с помощью статинов весьма агрессивно, то есть давать максимальные дозы розовую статину 40 мг, а торовую статину 80 мг. Но во многих случаях мы не можем добиться вот этой современной цели, то есть снижение больше, чем наполовину от исходного и менее 1,4 ммол на литр. Что делать в этой ситуации? И, конечно, здесь нам помогает эзотимид, который обладает другим механизмом действия, который замедляет всасывание в кишечнике, и таким образом он перекрывает вот этот порочный круг поступлений, всасывания и опять синтез липопротеидов низкой плотности в печени. И, конечно, вот появление дженериковых препаратов, оно, безусловно, нам помогает в решении этой задачи. Ну, что касается ингибиторов PCSK9, то крайне высокая цена этих препаратов практически делает их неперспективными в ведении подавляющей части наших пациентов. И, наверное, будем ждать, пока появятся у нас дженерики. И здесь вы видите исследование, которое подтверждает, что если мы активно с помощью статина фазитимима будем снижать уровень холестерина, то мы значительно снизим сердечно-сосудистые риски. И еще одна проблема – это фибрилляция предсердия. Не тогда, когда она видна, а вот когда ее нету. Мы же часто видим пациентов с ишемическим инсультом, а бляшек больших не видно. И тогда возникает вопрос, а нет ли там скрытой фибрилляции предсердий, которая, как известно, встречается очень часто. И в большинстве случаев она не проявляется никак симптоматически. И вот смотрите, современные рекомендации что говорят? Что мониторировать-то надо не одни сутки, а трое суток по меньшей мере. Ну вот у нас, например, в центре мы можем мониторировать 8 суток. И если повторять такие длительные мониторирования, то у нас повышается вероятность выявления фибрилляции предсердий. Более того, можно же использовать еще специальные шкалы, которые оценивают риски фибрилляции предсердий. И использовать не только повторное мониторирование, но и сейчас. И у меня многие пациенты имеют мобильные электрокардиографы. То есть можно записать электрокардиограмму при помощи своего смартфона, просто используя дополнительную обложку и дополнительную программу. И таким образом мы значительную часть фибрилляции предсердий можем выявить. И, соответственно, поменять существенное лечение, потому что нам тогда нужно будет добавить антикоагулянты. И еще одна важная позиция, что прогрессирующая фибрилляция предсердий, чем дольше она держится, чем чаще она возникает, тем выше сердечно-сосудистые риски. И сердечно-недостаточности, инсульты и другие боли. И, соответственно, наиболее эффективным способом введения этой фибрилляции предсердий является все-таки удержание синусового ритма с помощью антиаритмиков или абляции. У пациентов качество жизни улучшается, и подавляющая часть пациентов хотят сохранить синусовый ритм. Все-таки большая часть врачей идут по простому пути, просто снижая частоту сердечных сокращений. И вот здесь, в этой схеме медикаментозного лечения, фибрилляции предсердий, мы видим, что у нас есть антиаритмические препараты, но в условиях коронарной болезни или выраженная сердечная недостаточность, а сниженная фракция выброса. Выбор достаточно ограничен, но у нас ведь много пациентов без выраженной коморбидности, и тогда у нас спектр немножко расширяется, то есть мы можем использовать препараты первого С-класса. И я бы хотел обратить ваше внимание, что наряду с пропофеноном и не очень хорошо обычно переносящимся лопенином, у нас ведь есть еще этот Цезин, препарат, который синтезирован был в Советском Союзе. И он достаточно эффективный препарат, и по меньшей мере не уступает, а у некоторых пациентов у меня даже превосходил пропофенон. И обратите внимание на его фармакокинотику. Она очень похожа на пропофенон. Соответственно, его тоже надо применять 3 раза в день обычно. И, соответственно, мы его можем использовать для восстановления синусового ритма. Не только 3-4 таблетки пропофенона одновременно, но и этот Цезин у нас есть. Ведь пропофенон далеко не всегда работает. Хорошо, если он в половине случаев будет работать. Поэтому у нас есть еще возможность, если не помогает пропофенон, попробовать и этот препарат. А почему бы нет? Ну и спасибо вам большое за внимание. Это вот с Аяной. Мы тут ходили с семьей в поход. Недавно я, возвращаясь уставшие вечером, вот я увидел такую картину и решил сфотографировать. Спасибо вам большое за внимание, уважаемые коллеги. И мы двигаемся дальше с вами. И я бы хотел представить следующий доклад. Это Донирова Аюна Сергеевна, заведующая отделением неотложной кардиологии Республиканской клинической больницы имени Симашко, доцент кафедры терапии Института Бурятского государственного университета и, соответственно, председатель Бурятского республиканского отделения Российского кардиологического общества. Здравствуйте, дорогие коллеги, еще раз. Валерий Смогилевич, еще раз позволите вас подприветствовать. Большое спасибо, что у нас есть такая возможность выступить здесь. И что очень приятно, сегодняшнее мероприятие подходит под знаком Российского кардиологического общества. Соответственно, мое сообщение называется «Комплексный подход к терапии пожилых пациентов». Ой, простите, коморбидных пациентов с фибрилляцией предсердий. И буквально сразу приступая к докладу, хочется сказать следующее. Вообще фибрилляция предсердий на сегодняшний день ситуация действительно достаточно коморбидная. Мы понимаем, что фибрилляция предсердий может иметь место и при ишемической болезни сердца, и при сосудистых заболеваниях, и при сердечной недостаточности, и при порогах, само собой, при артериальной гипертензии. И вы видите весь-весь-весь огромный список, когда может иметь место фибрилляция предсердий. Ну и опять же, мне хотелось бы, прежде чем приступить к теме, напомнить вам следующее положение, что немножко Всемирная организация здравоохранения изменила возрастные категории людей. И сейчас мы с вами, значит, находимся вот в этой классификации, 15-й год, то есть либо молодой, либо уже нет, в то время как зрелый возраст упразднился. Ну и старческий возраст, он знаменовался ранее 75 и выше, сейчас эти две категории разделились, они разделились на старческий возраст и, посмотрите, отдельно выделили категорию долгожителей старше 90 лет. Ну и, конечно, это было сделано, наверное, не зря, это требование времени. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что к 2050 году лица старше 60 лет уже будут, как говорится, наблюдаться в огромном количестве случаев. И вы видите, да, прогноз ВОЗ удвоится количество этих самых людей. И опять-таки, по даже данным своего отделения, мы это замечаем с каждым годом. Позвольте вам буквально очень быстро показать собственные данные. 2017 год, 2018, 2019, 2020 и ниже количество пациентов, которые были пролечены. Вы видите, что количество пациентов увеличивалось, но вот прошлый ковидный год, он, конечно, дал свои изменения. Вы видите, что количество чуть-чуть уменьшилось, но по-прежнему их также, наших пациентов было около 2000. И вот пациенты в возрасте 60+, посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, их меньше 68% не бывает вообще. А в последние годы вы видите, что процентовка это увеличилась, удельный вес увеличился почти доходе до 70% этих пациентов. Ну и частота фибрилляции предсердий в целом среди наших больных не уменьшалась ниже 17%, а фибрилляция предсердий у пациентов в возрасте 60 и выше, посмотрите, да, это минимум 22%. Ну то есть это практически каждый, получается, пятый пациент старше 60 лет страдает фибрилляцией предсердий. И, конечно, мы понимаем, что именно возраст является одним из самых сильных предикторов и факторов риска инсульта. Чем старше человек, тем больше у него распространенность фибрилляции предсердий, и тем выше у него чистота инсульта. И если посмотреть по удельному весу, то мы видим, что в возрасте 50-59 лет возрастные пациенты с фибрилляцией предсердий, у них риск инсульта всего 1,5%. А вот если мы возьмем группу уже старше 80, то там уже почти 24%. То есть в разы возрастает риск инсульта. Но что мы прежде всего должны понимать? Мы должны понимать, что вот у таких больных, конечно, мы боимся кровотечения, но мы должны понимать, что риск инсульта у таких пациентов всегда выше, чем риск кровотечения, и поэтому важно работать вот именно с этим риском, с риском инсульта, принимая во внимание естественные риски геморрагических событий, но вот именно вот эта ситуация, она должна прежде всего привлекать наше с вами внимание. Ну и вы прекрасно помните, что в 2020 году обновились рекомендации Европейского общества кардиологов, касающиеся фибрилляции предсердий. На сайте Минздрава Российской Федерации имеются выложенные рекомендации наши, да, министерские, российские по фибрилляции предсердий. Ну и основные позиции я позволю себе буквально чуть-чуть озвучить. Итак, прежде всего мы должны понять, что мы действительно имеем дело с фибрилляцией предсердий, то есть ее доказать. Мы помним, что это ФП в течение 30 секунд. Далее мы должны охарактеризовать эту самую фибрилляцию предсердий. И здесь как раз 4С включается схема, то есть мы оцениваем риск инсульта по 1,2 ВАСК, мы считаем те же симптомы по ЕХРО, мы разбираемся с самой фибрилляцией предсердий, с чем мы столкнулись на этот раз, и, конечно, мы пытаемся учесть все отечающие сопутствующие факторы. Ну и, собственно, потом начинается лечебный процесс, это уже схема ABC. Мы подбираем антикоагулянты в зависимости от степени риска. Мы с пациентом обсуждаем дальнейшую стратегию, как будет удобнее, как будет лучше, будем ли мы контролировать частоту, или будем все-таки бороться за ритм, и, безусловно, пытаемся контролировать коморбидный фон. Итак, что мы с вами знаем на сегодняшний день? Прежде всего у нас сейчас появилась альтернатива варфарину, вы знаете, слава богу, нам очень повезло, что вот начиная уже практически с начала века у нас появились как раз те препараты, которые мы называли ранее непрямые, простите, новые оральные антикоагулянты. Сейчас мы их называем пероральные антикоагулянты, но, в принципе, кто как привык, да? И вот именно сейчас мы понимаем, что да, эти препараты являются более безопасными, они являются препаратами выбора, и обычно все-таки мы склоняемся к назначению этих препаратов, нежели чем антигонисты витамина К, одним из представителей которых остался варфарин. Но, тем не менее, у варфарина есть своя ниша, безусловно, мы понимаем это прекрасно, и я хочу напомнить эти ситуации. Когда есть метральный стеноз, когда есть механические клапаны сердца, когда есть внутри сердечный тромб, когда есть тяжелая хроническая болезнь почек, Далее, когда беременные, кормящие мамочки, когда имеется тромбофилия, и вот посмотрите, даже отдельный срокой обозначен низкий доход, тогда, конечно, препаратом выбора однозначно будет варфарин. Итак, мы определились как будто бы с препаратом, теперь мы с вами должны определиться со степенью риска. Сво степенью риска инсульта, того, который угрожает нашему пациенту. Ну и здесь, безусловно, это шкалы, хорошо нам известны, это час-два ВАСК, прежде всего вы видите в левой стороне слайда, это несколько позиций, считается очень легко, очень удобно, но опять-таки мы понимаем, что время не стоит на месте, и в последних рекомендациях есть некие обновления. Я предлагаю на них посмотреть чуть-чуть поближе, они выделены красным шрифтом, и мы видим, что это список, который пополнился гипертрофической кардиомиопатией, целевыми уровнями давления, сахарным диабетом первого-второго типа и ангиографически подтвержденный ЭБС. То есть, ну, список, конечно, расширился, и список, в общем-то, теперь, наверное, стал еще более удобным. Что касается шкалы ХАС-БЛЭД, здесь тоже появились обновления, они также выделены красным шрифтом, вы видите, и здесь вот опять же мы видим цирроз, здесь мы видим щелочную фосфатазу, здесь мы видим геморрагический инсульт, кстати, вот геморрагический инсульт, он как раз приравнивается к геморрагическому событию, далее хрупкость пациента и далее так называемые запои или более 14 юнитов в неделю. Что это такое? Ну, я позволю себе показать очень быстро. Это так называемые алкогольные единицы, то есть один юнит – это вот определенное количество алкоголя различной крепости, ну, кому интересно, вы можете это посмотреть чуть поближе. Ну, и как мы это делаем? Здесь, опять-таки, Валерий Смогилевич, позвольте выразить вам огромную благодарность, прямо низкий поклон за вот эту вот шкалу, кардиоэксперт. Я лично уже очень много лет пользуюсь ею, каждый раз вас благодарю, благодарность вспоминаю и позиционирую ее всегда, и показываю всем, и призываю всех ей пользоваться. Очень удобно на самом деле. Когда вы ее открываете, находите ту патологию, которая вас интересует, открываете это окошко и, в общем-то, выходит построчно все эти состояния, которые необходимо нам с вами оценить в данной конкретной ситуации. И вот здесь вы видите прекрасно, есть и дозы антикогулянтов, дозы варфарина, и контроль МНО, и вот риск инсульта, и риск кровотечения, как раз те шкалы, о которых мы с вами уже говорили. Конечно, я понимаю, что это огромная работа, что все эти шкалы вы, ну, наверное, бесконечно, да, отсматриваете, все равно вы их коррегируете, меняете. Еще раз огромное спасибо. Итак, следующая позиция – это все-таки вот то, что мы посчитали риск. Но, уважаемые коллеги, конечно, хочется сказать следующее, что вот если мы с вами посчитали риск, это не означает, что он посчитан раз и навсегда, особенно если речь идет о пациентах низкого риска. Вот у таких пациентов все-таки надо пересматривать вот эти позиции с частотой, ну, хотя бы один раз в полгода. Ну, вы видите, в рекомендациях назван срок 4-6 месяцев, то есть, например, в амбулаторных картах вот таких пациентов все-таки два раза в год должна быть, ну, как бы переоценка этой самой шкалы, с тем, чтобы мы понимали все-таки, да, и не пропустили тот момент, когда все-таки уже пора назначать антикогулянты. Еще один момент, который хотелось бы показать, тоже вы видите, все факторы риска кровотечения, они условно делятся на 4 подгруппы, то есть, это немодифицируемые, потенциально модифицируемые, модифицируемые и биомаркеры, так называемые. Ну, и позвольте на них не останавливаться, просто мы должны понимать, что этот список также расширился, что наука не стоит на месте, медицина движется вперед, и, к сожалению, вот эти вот факторы, они не заставят себя долго ждать, если мы не будем их учитывать в оценке риска кровоточения у наших больных. Итак, вот она схема. Начинаем. С самого начала пациента с фибрилляцией пресердия, у кого есть показания. Прежде всего мы отметаем группу, отметаем группу тех, кому однозначно показан антагонисты витамина К. Вы видите, это правый слайд. Ой, это правая половина слайда. Извините меня, слышно? Далее мы выявляем пациентов низкого риска и понимаем, что пока они могут остаться без антитромботической терапии вообще. То есть мы с вами их можем оставить абсолютно без антитромботических препаратов. И не надо думать, что в этой ситуации аспирин будет альтернативой. Конечно, нет. Далее мы продолжаем оценку. Мы ориентируемся на шкалу ХАС-БЛЭД, ЧАС-2-ВАСК. И дальше у нас остаются буквально две группы пациентов. Во-первых, это те пациенты, у которых следует рассмотреть назначение антикоагулянтов. И видите, это желтая строчка, это класс 2А. И все-таки в этой ситуации нас призывают все-таки пользоваться этой группой препаратов. И, наконец, это та группа, которым однозначно показаны оральные антикоагулянты, пароральные, новые, как угодно. Вы видите, это класс 1. И, конечно, мы их в данной ситуации должны будем назначить. Еще один вопрос, который очень часто возникает. Все-таки мы понимаем, что фибрилляция предсердия бывает разная. Она бывает пароксизмальная, та, которая приходит-уходит. Она бывает персистирующая, она бывает длительно персистирующая, она бывает постоянная, хроническая. Вопрос. При какой фибрилляции предсердия мы должны назначать эти препараты? Уважаемые коллеги, здесь вопрос, ну, он просто, знаете, не имеет никакого двусмысленного ответа. Почему? Потому что любая форма фибрилляции предсердия, к сожалению, так же опасна, как и, в общем-то, классическая хроническая фибрилляция предсердия. Единственное, мы должны понимать, да, все-таки, когда мы выставляем фибрилляцию предсердия, например, по холтеру. То есть вот эти вот критерии мы четко должны знать и понимать, будем ли мы здесь выставлять фибрилляцию или нет. Все остальные ситуации, они являются показанием к назначению оральных антикоагулянтов. И, в общем-то, это обозначено, опять-таки, в рекомендациях, вы видите, да, форма ФП не должна влиять на показания профилактики тромбоэмболических осложнений. Ну, и позвольте привести пример. Пример, который, ну, вообще, надо сказать, что такие пациенты сейчас приезжают все чаще и чаще. Вы знаете, что мы работаем, в частности, вот я заведую отделением неотложной кардиологии, то есть это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И практически каждый день к нам приезжает от 7 до 20 пациентов, которые госпитализируются, и, конечно, ситуации очень разные. Так вот, эта женщина 89 лет, то есть, ну, для нас все-таки, несмотря на то, что мы привыкли к тому, что наши пациенты становятся все старше и старше, все-таки это экстремально пожилой возраст. 89 лет, она поступает 17 марта, 22,47. Вы видите, что она достаточно плотная, скажем так, при росте 168 она весит 90 килограмм, окружной стали 108. И вы видите основную проблему. Основную проблему – это, безусловно, инфаркт миокарда, который как раз и распространился практически на всю переднюю боковую стенку. Безусловно, эту женщину мы подаем на коронарографию. Мы видим, что есть проблемы. Мы видим, что практически полностью окклюзирована передняя нисходящая артерия. Мы понимаем, что в ВТК есть стеноз 60%. Мы видим, что правая коронарность стенозирована на 30-40%. И, безусловно, в этой ситуации выполняется ревоскулиризация. И нашей женщине удалось имплантировать коронарные стенты в переднюю нисходящую в количестве двух. То есть, это стенты Биомай, вы видите, да? Общей длиной 43 сантиметра. Дальше. Какие основные позиции нас волнуют в данной ситуации? Мы понимаем, что это. Во-первых, это инфаркт. Это инфаркт. Далее. Это факт коронарной ревоскулиризации. Извините. Далее. Это фибрилляция предсердий. Причем с очень высоким риском повторного, простите, развития инсульта. Далее. Хасблет 4 балла. Мы понимаем, что это тоже очень высокий риск геморрологических событий. Далее. Гипертоническая болезнь сахарный диабет. И вот тоже позиция, которая заставляет нас очень пристально смотреть на эту ситуацию. Это ХБП-4. Да? Соответственно, что мы, какие задачи должны выполнить по этой пациентке? Все-таки, конечно, желательно, чтобы она от нас выписалась, ушла на своих ногах. И, соответственно, встают следующие вопросы. Как защитить ее от повторных ишемических событий? Как уберечь ее от геморрогических осложнений? Соответственно, вопрос. Какие препараты? В каких дозах? На какой срок надо назначить вот такой пожилой женщине? Ну и, конечно, как обеспечить максимальную органопротекцию? Ну и, в общем-то, первая наша задача, поскольку мы говорим о фибрилляции предсердий, все-таки попытаться защитить ее от инсульта. Соответственно, что на этот счет мы с вами понимаем? Что вообще вот наши российские пациенты, они, наверное, самые тяжелые в мире, на мой взгляд. Почему? Потому что, ну, во-первых, огромное количество коморбидности, огромное количество пациентов уже пожилого возраста, среднее количество баллов и по час-два-вазг, и по хазблет, оно, ну, просто зашкаливает, да, вы видите, средняя сумма 5 по час-два-вазг, и хазблет – это 3. Среднее число диагнозов, вы только что убедились, да, это ЭПС, это ЭГБ, это сахарный диабет, это ХБП – 4. Среднее количество препаратов, которые она получает, эта женщина, ну, если она хорошо наблюдается, их тоже достаточно много. Ну, и вот дисфункция почек почти 50% случаев. То есть вот такие пациенты, они действительно очень сложны для курации, ну, и еще, конечно, мы учитываем менталитет наших больных, с которыми надо очень долго и много работать, чтобы они, наконец, поняли вот эту необходимость приема вот этих всех препаратов, которые мы их рекомендуем. Ну, и на сегодняшний день у нас с вами есть 3 препарата. Это Дайбегатрана, это Ксилат, это Ривероксабан, это Апексабан. И есть Эдуксабан, но у нас его еще пока нет. И, соответственно, что мы должны понимать? Все эти препараты хороши. У них у всех есть своя, вот, на мой взгляд, ниша. Да, ну, вот лично я как раз исхожу из того портрета каждого препарата, который вот у меня, например, в голове сложился. И абсолютно нельзя делать выводы, которые могли бы, ну, скажем так, нам с вами их прямо между собой сравнивать. Просто исходя из модели пациента, мы с вами ориентируемся на те исследования, которые были проведены по этим препаратам. И, собственно, именно поэтому мы делаем определенные выводы. Например, Дабигатран, Рылай, исследование, мы видим, какой средний возраст участвующих там пациентов 72 года. Апексабан, Аристотель, средний возраст пациентов 70. Третье исследование Рокет, Ривероксабан, и мы видим, что этот возраст был средний 73 года. То есть, выбирая препарат для нашей пациентки, мы с вами, скорее всего, наверное, да, посмотрим исследование Рокет, потому что средний возраст там был гораздо выше, чем в предыдущих двух исследованиях. Следующий нас интересует, кстати говоря, слайд, который показывает удельный вес вот этих вот пациентов в возрасте 75+. Вы видите темный сектор, вы видите проценты, и как раз это тот показатель, который показывает, сколько этих пациентов было как раз в том или ином исследовании. И мы понимаем, что именно в Рокете количество пациентов в возрасте 75+, было 44%, то есть было максимально. Теперь посмотрим баллы. Баллы по ЧАЦ. Тогда вот на момент проведения исследований это была шкала ЧАЦ. И мы видим опять-таки темный сектор, и мы понимаем, что именно в исследовании Рокет вот таких пациентов было максимальное количество, да, 87%. А если мы посмотрим шкалу ХАЗ-БЛЭД, опять-таки вот этот вот темный сектор, согласно которой количество баллов по ХАЗ-БЛЭД 3 и выше, мы видим, что опять-таки в Рокете этих пациентов было больше всего. Соответственно, близка ли модель вот этих вот средних пациентов, которые участвовали в тех или иных исследованиях нашей пациентки, да, она больше похожа на тех больных, которые участвовали в Рокете. Ну и, соответственно, смотрим, а насколько Рива Роксабан из исследований Рокет смог защитить вот этих вот своих пациентов в возрасте 73 года, например, от инсульта по сравнению с фарфарином. Смотрим, да, совершенно замечательные результаты. Инсульт 21%, кровотечение 31%, внутричерепные кровотечения 33% и смертельные кровотечения 50%. То есть мы понимаем, опять-таки ориентируясь на вот эти результаты, что нашу пациентку мы с помощью Рива Роксабана можем защитить и от инсульта, и от геморрагических событий. Есть еще другое понятие. Есть понятие хрупких пациентов. Вот, например, буквально вот вчера мы приходим на работу, я бегу на вход, и сидит бабулька 94 года. Вот, понимаете, она прозрачная, она бледная, ноги в носках, руки чуть ли не в варежках, вот эта вот шалюшка на ней. И она при этом в абсолютной памяти. Абсолютной памяти, в ясном уме, она излагает свои жалобы. И я понимаю, что ей до 100 лет осталось совсем немного, каких-то несчастных 6 лет, да, надо продержаться. И, собственно, мы все должны сделать для того, чтобы она вот опять же ушла из нашего отделения на своих ногах. То есть мы не должны навредить ей своим лечением. И вот эти вот хрупкие пациенты, опять-таки, уважаемые коллеги, несмотря на то, что они действительно очень хрупкие, и с ними очень сложно работать, посмотрите, они точно так же угрожаемы по инсультам. Точно так же угрожаемы по инсультам, но они не так сильно угрожаемы по кровотечениям. Вот, например, мы посмотрим на этот график. Кардиоэмболические инсульты вы видите, да, у хрупких пациентов по сравнению с крепкими пациентами. Риски выше, смерть от всех причин. То же самое, мы видим ту же самую тенденцию. Что касается кровотечения, мы видим разницу совершенно недостоверная, незначимая. Ну, то есть и с такими пациентами мы тоже должны обязательно вот эту вот нашу стратегию реализовывать. И опять-таки, смотря на результаты исследований, это результаты анализа вазы данных MarketScan, вы видите более 5000 пациентов. Мы понимаем, что средний возраст пациентов, которые принимали участие в этом анализе, 85 лет. И мы видим, что практически те же результаты. Ривороксабан лучше гораздо варфарина по чистоте инсультов, ишемических инсультов, геморрагических инсультов. Но вот, к сожалению, большая частота больших кровотечений, она сопоставима с варфарином. Таким образом, если мы возьмем пациентов, ну, например, чуть помладше, 84 года. Посмотрите, это тоже анализ базы данных MarketScan. Мы видим, что практически та же самая ситуация. Возьмем пациентов, которые старше 85 лет. Это Тайвань, это азиаты. Причем мы понимаем, что именно азиаты, они гораздо более чувствительны к назначению антикоагулянтов. И посмотрите, какие результаты на ривороксабане были получены. Ишемический инсульт – минус 22, внутричередное кровотечение – 55, смертность от всех влечении – 44, ну и так далее. Еще один момент, еще одно исследование, которое тоже хотелось бы показать. Посмотрите, пациенты 86 лет, это средний возраст, то есть еще были и старше, да? И средний балл ЧАЗ-ВАЗ у них 4,6, средний балл по ХАЗ-БЛЭДу у них 2. Ну и мы видим, что, пожалуйста, конечно, ривороксабан был лучшим антагонистом витамина К. Таким образом, завершая вот этот блок, хотелось бы напомнить, что да, мы с вами все-таки в первую очередь оценим риск инсульта, а потом уже риск кровотечений. И мы понимаем, что вот эта модель, наша модель, она как раз подходит под ривороксабан. Следующая позиция – это сердечно-сосудистые события. Здесь тоже очень интересная ситуация. То есть мы понимаем, что у пациента есть фибрилляция предсердия, и он может умереть от инсульта, во-первых. Во-вторых, он может умереть и от желудочно-кишечного, например, кровотечения. Но реальная клиническая практика говорит нам что? Что эти пациенты реально чаще могут умереть от другой патологии сердца. И вы видите, что вот это вот количество составляет 46%. Потом несосудистая причина, потом другая сосудистая, ну и так далее. А инсульт занимает самую низшую строчку этого печального рейтинга. И опять-таки есть исследования, которые показывают нам, что вот наши российские пациенты 6 из 10 имеют сопутствующий ИБС. И, собственно, у таких больниц риск инфаркта миокарда возрастает в 5 раз. Соответственно, как мы можем просчитать эти риски? Есть шкала, шкала Тумейс, так называемая. Тут буквально вот 5 показателей, вы видите, очень удобно. 3 из них это по 1 баллу оценивается, 2 из них оценивается в 2 балла. И если по этой шкале набирается 3 и более баллов, мы понимаем, что имеется высоченный риск развития тяжелого осложнения по сердечно-сосудистой системе. Ну и давайте посчитаем риск коронарных событий, например, у нашей пациентки. В фракции выброса у нее 48, то есть это 0 баллов. Есть инфаркт миокарда, есть коронарная ревоскорилизация, это 1 балл. У нее метаболический синдром, мы видим окружность стали, есть дислепидемия, артериальная гипертензия, то есть 2 балла мы можем здесь поставить. Ну и возраст 89 лет, это еще 2 балла. То есть у нашей пациентки 5 баллов по этой шкале набирается. Таким образом, опять-таки мы должны для себя в голове прикрутить следующие моменты. А как мы можем защитить вот эту вот нашу бабульку от повторного инфаркта миокарда? Смотрим опять-таки на результаты различных исследований. В частности, вот здесь приведем результат анализа все тех же баз данных, которые уже показывают результаты у пациентов с фибрилляцией предсердия и ишемической болезнью сердца и заболеванием периферических артерий. Смотрите, как здорово, да? Ривороксабан у пациентов 74 лет реально снизил частоту, например, инсульта, инфаркта и ампутации конечностей почти на 32%. Та же самая ситуация в отношении инсульта, инфаркта миокарда и ампутации. То есть есть такие исследования, и это здорово. И вот буквально тоже совсем чуть-чуть, мне хотелось бы показать клинический пример, тоже совсем недавний, 70 лет с его мужчиной. 70 лет, он весит 90 кг при росте 180, синдекс массы 27, окружной стали 100, скорость с клубочкой фильтрации 69, фракция выброс 53. Посмотрите, сколько событий, сколько событий уже случилось у этого пациента. Во-первых, повторный инфаркт миокарда, повторный. В фибрилляции предсердий постоянная форма, ПИКС. ХСН пока еще сохранная фракция выброса, что было удивительно. Далее, следующая позиция, облитерирующий, окклюзирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. И ХИНК третьей стадии. Далее, стенозирующий атеросклероз экстрацериальных отделов брахиоцефальных артерий. Вы видите, стенозы внутренней сонной 40 и 35. Кроме того, ГБ, кроме того, сахарный диабет. То есть, вот такой вот пациент, 70 лет ему всего. Давайте посчитаем риск коронарных событий у него по этой самой шкале. Тумейс. Фракция выброса. Простите. Видимо, не ту картинку поставила. Смотрим. 53,0 баллов. Есть инфаркт. 1 балл. Окружность стали 100. По метаболическому синдрому это абдоминальное ожирение. Есть дислепидемия, есть артериальная гипертензия 2. Возраст 70 лет 0 баллов. Итого он набирает 3 балла. Смотрим на его коронарографию. Коллеги, посмотрите. Мы понимаем, что передний нисходящий закрыт на 40%, а D1 полностью окклюзировано. Мы видим, что огибающий артерий, основной ствол 40%, а верх стыкового края 80%. Мы понимаем, что правая коронарная артерия 70%. То есть это кандидат на аорто-коронарное шунтирование. То есть вот, ну скажем так, ЧКБ провести ему в данной ситуации, к сожалению, не удалось. И вот такие у нас нижние конечности. Что мы видим? Мы видим, что правая нижняя конечность, конечно, она находится в состоянии критической шивии. Уже просто даже не 2Б, это 3, это практически гангрена. Это страшные боли. И вот нашего пациента от этих страданий спасало только то, что у него еще была посттравматическая энцефалопатия. И он, честно говоря, ну скажем так, давал не очень высокую чувствительность к боли. То есть он не кричал круглые сутки. Он не просил обезболивающие препараты 24 часа в сутки. Попытались спасти конечность. Сделали ангиографию. Посмотрите, зашли, посмотрели, что получилось. Бедринная артерия в среднем сегменте окклюзии. Попытались пробить, как говорится, вот эту ситуацию. Тромбоаспирация. Эвакуирована тромбомасса. Да, пристеночный тромб. Но, к сожалению, даже после баллона пластики кровоток не восстановился. И то есть вот этот наш пациент, он практически кандидат на ампутацию. Мы были вынуждены его выписать с рекомендациями о динамическом наблюдении. При нарастании ишемии, к сожалению, ему грозит только ампутация. Здесь реконструкцию никакую сделать невозможно. И вот, посмотрите, как страшно. Ему всего 70 лет. А помните, какая задача перед нами стоит? Наши пациенты должны жить, ну не то, что пациенты, а вообще наши люди, наши жители нашей страны должны жить сколько? 78 лет, да? Это буквально вот к 2030 году. Соответственно, вот в отношении вот этого пациента мы сможем выполнить эту задачу? Очень большой вопрос. И поэтому мы должны все-таки подбирать ему те препараты, которые позволят ему прожить еще, причем достаточно качественно, да? Ну хотя бы года 2-3. Это уже будет хорошо. Итак, мы понимаем, что нашим пациентам все-таки нужна защита от коронарных событий, да? И мы понимаем, что в этом плане ревороксабан выглядит очень и очень неплохо. Следующая позиция – это функция почек. Функция почек, опять-таки, для нас очень актуальна. Это 47% наших пациентов, практически 50% имеют почечную дисфункцию. Причем наличие фибрилляции полисердия, оно само по себе ускоряет, скажем так, развитие почечной дисфункции и вызывает, скажем так, ухудшение этой самой почечной функции. Вот вы хорошо видите на этом графике, что слева исходная, черные столбики – это то количество пациентов, у которых почечная функция ухудшилась, и синие столбики – это те, у которых, к сожалению, наступила уже практически критическая стадия хронической болезни почек. И в этом плане, конечно, мы должны понимать, что все-таки лучше у таких пациентов назначать препараты, которые в основном, как говорится, не выводятся почками, да? И здесь очень привлекательно выглядят абексабан и ривороксабан. 35% всего выводятся препараты через почки. Ну и еще такая опция, наверное, очень полезная в данной ситуации – то, что в Рокете как раз еще и смотрели специальную почечную дозировку. Дозировка 15 мг, не 20, а 15 мг. И посмотрите, как она повлияла на конечные точки. То есть ривороксабан в дозе 15 мг показал такие же хорошие результаты, как и в дозе 20 мг. То есть он тоже защищал от инсульта, и он, скажем так, защищал от гиперологических событий. Еще один момент – риск развития острого повреждения почек, риск развития ХВП терминальной и стадии заместительной почечной терапии. И тоже, посмотрите, средний возраст пациентов 69 лет тоже очень неплохо зарекомендовал себя ривороксабан. И опять-таки мы делаем вывод какой? Что да, у пациентов с нарушенной функцией почек мы можем назначать этот препарат, и это будет еще и нефропротекция. Ну и, наконец, последний блок, о котором хотелось бы сказать – это все-таки приверженность. Мы понимаем, что пациенты пожилого возраста все-таки гораздо чаще страдают когнитивным дефицитом. Конечно, у них есть еще и когнитивная дисфункция. Так вот, и мы понимаем, что сама по себе фибрилляция пресердия тоже вызывает ухудшение когнитивной функции. И это подтверждено в различных метаанализах даже. Обратите внимание, пожалуйста, ни обзорах, ни исследованиях. Это ведь метаанализы – это очень, ну, скажем так, высокая степень доказательности. И мы понимаем, да, что фибрилляция пресердия – это действительно ситуация, которая ухудшает именно вот эту вот функцию. И поэтому наш пациент страдает, страдает забывчивостью, непониманием ситуации. И, конечно, это все сказывается на приверженности к лечению. Вот, например, результаты небольшого новосибирского, наши коллеги, соседи, да, исследования, которые показали, что удельный вес пациентов, которые забывают принимать апексабан почти 29%, да, бегатран почти 28%, ну, а вот ривороксабан, посмотрите, совсем мало таких больных, только благодаря тому, что есть однократный режим дозирования, есть календарная упаковка. И, в общем-то, вот эти вот, ну, скажем так, лайфхаки, наверное, да, препараты, они позволяют избежать вот этой самой нерегулярности приема препаратов. Итак, календарная упаковка, однократный режим дозирования – это еще один плюс в назначении препарата именно пожилым пациентам. И если мы с вами понимаем, что ривороксабан, вот у нашей пациентки, он практически закрывает все потребности. То есть мы профилактируем инсульт, мы снижаем риск коронарных событий, мы не боимся за ухудшение почной функции, и мы понимаем, что она будет более привержена на этом препарате. То есть это плюсы. Еще один момент. Вчера буквально у нас в городе прошла образовательная школа Российского научного медицинского общества терапевтов, и руководит которой Лазебник Леонид Борисович, ну, я думаю, не нуждается в представлении, безусловно. И вот вчера мы тоже обсуждали эту проблему фибрилляции предсердий, я показывала эту картинку, и он предложил еще один сектор вот сюда, вот в этот график, в эту диаграмму – это защита от ЖКК. Он напомнил нам, что у нас есть такой инструмент, который называется Московская систематизирующая классификация мультифокальных повреждений. Это шкала, Московская шкала, да, она была принята на Конгрессе терапевтов в 2018 году. И посмотрите, как можно пользоваться этой шкалой. Есть алгоритм согласно этой шкале, мы понимаем, что есть исходное состояние, мы понимаем, что у нас есть показатели для мониторирования состояния, но, опять-таки, эта шкала предусматривает обязательно оценку эндоскопической картины. И, соответственно, если есть повреждения, то, разумеется, есть соответствующие рекомендации, если нет повреждений, то предлагается другой сценарий. Поэтому, конечно, можно всем этим пользоваться. Итак, те вопросы, которые мы задавали в самом начале. Как защитить, как уберечь, что назначить, мы решили пойти вот таким путем. То есть наша пациентка получила, безусловно, паранатуральный антикогулянт с последующим переходом на ревероксабан 15 пилиграмм в сутки. Она получила аспирин в течение недели, еще не получила, еще мы отменим его 24-го числа. У нее идет хлопидоглей 75, у нее идет антишимическая терапия, безусловно, метапрололда. У нее идут статины, сортаны, спиронолактон. Мы не побоялись его дать в данной ситуации, калия мы, безусловно, оцениваем. Ну и давайте сверимся с действующими рекомендациями, насколько мы правильно поступили. Левая половина слайда, УКС подъема. То есть, да, здесь вроде бы все хорошо, все у нас неплохо. Еще одна картинка из современных рекомендаций. Смотрим, да, аспирин неделю, потом двойная терапия, потом переход уже на изолированный прием антикогулянта. Ну и завершая свое выступление, хотелось бы напомнить, что ревероксабан – это тот препарат, который входит в льготное лекарственное обеспечение. Вот как раз именно с 9 января 2020 года по приказу 1Н он есть в этом перечне. Поэтому всем нашим пациентам, вот, например, наша пациентка, она выпишется с рекомендациями о назначении, о получении этого препарата по месту жительства в рамках льготного лекарственного обеспечения. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Я позволю себе закончить. И древняя китайская модуль, с которой мне очень нравится, что болезнь надо лечить за 3 года до ее появления, а не за 3 дня до смерти. Спасибо. Спасибо большое, Иоанна Сергеевна. Очень приятно слышать доклад практикующего врача. Это редко у нас, у нас чаще выступают все-таки, да, ученые, лектора, сотрудники кафедры, которые не обладают большим опытом ведения сложных таких пациентов. И я бы хотел, вы знаете, уточнить вопрос для себя. У нас в Иркутске нередко назначают риороксабан 15 миллиграмм, хотя там выраженной дисфункции почек нет. Ну, имеется в виду, что расчетная скорость там 60 и выше, да. Насколько это оправдано, вот 15 миллиграмм у таких пациентов назначать? Мне казалось, что всегда надо 20 назначать, или я не прав? Нет, обычно мы должны стремиться к назначению тех доз, которые называются полнодозовыми. Те, которые обладают максимальной степенью защиты, да, вот таких пациентов. Но, опять-таки, в данной ситуации, почему мы приняли решение о 15-ти? Потому что, ну, возраст, 89 лет. Нет, в данной ситуации вопросов нет, потому что там дисфункция почек, там мы не обсуждаем, да. Я, в принципе, говорю о других пациентах, у которых функция почек, как бы, да, нормальная, приемлемая, да. А почему-то часто у нас используют 15 миллиграмм, и я не могу понять, на каком основании назначается. То есть есть какие-то данные или что? Нет таких оснований. Таких нет, да. Да, то есть у нас, еще раз хочу подчеркнуть, да, вот, если я правильно понимаю, да, что 15 миллиграмм – это только если у нас дисфункция почек, да, ну, там ниже 60. Это почечная доза, так называемая. Да, да, да. Хорошо. Спасибо большое. Так, и мы двигаемся, коллеги, дальше с вами и приглашаем Сергея Леонидовича Жарского. Это заведующий кафедрой факультетской поликлинической терапии с курсом эндокринологии Дальневосточного государственного медицинского университета. Ну и вот, как и все участники нашего мероприятия, он является председателем Хабаровского отделения Российского кардиологического общества. Рады приветствовать вас. Слушаем. Сергей Леонидович. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемый Фарелис Могилич. Я с удовольствием принимаю участие в вашей конференции и первым делом хочу поблагодарить за возможность участия и возможность представления своего доклада, который последует ниже. Ну, сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Так, значит, сейчас. Появилась демонстрация? А пока нет, Сергей Леонидович. Все, появилось. Все, просто пока было время, пока загружилось. Ну вот, я хотел бы начать с вот такого слайда. Привет всем участникам берегов Амура, берега Байкала и Ангары. Это символ города Хабаровска. Амурский утес. Он на многих фотографиях, магнитках печатается. Ну, а мое сообщение посвящено вот такой проблеме. Проблеме артериальной гипертензии и когнитивной дискурции. И что мы можем сделать для того, чтобы пациента, страдающего гипертонией, по возможности защитить от этих проблем. Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, что вот существуют так называемые причины несвоевременной диагностики когнитивных нарушений, которые связаны, ну, во-первых, с тем, что и врачи, и их родственники, и родственники наших пациентов не всегда понимают природу вот этой старческой забывченности, считая ее нормальным явлением. Ну, и вообще-то для выявления начальной особенности стадии когнитивных нарушений надо применять специальные тесты, с которыми врачи, конечно, плохо знакомы, да и времени подчас нет для того, чтобы на приеме эти тесты, конечно, применить к пациентам. Только специалисты этим занимаются в реальной клинической практике. То есть в поликлинике на приеме, как правило, конечно, никто эти тесты, к сожалению, не имеет возможности применить. Ну, а эффективность лечения когнитивных нарушений, она зависит от того, на какой стадии эти когнитивные нарушения выявлены, и тогда, когда наступает уже деменция, сделать уже практически бывает мало, что возможно, уже она будет непременно прогрессировать. Ну, вот такая преамбула к моему закладу. Значит, каковы ситуации вообще с деменцией, с прогнозом развития деменции в мире? Вот 2013 год, левая часть слайда пока видна. Значит, вот на момент 2013 года имелось 35 миллионов пациентов, страдавших деменцией на 2010 год, результаты. Ну и какие прогнозы строились тогда, что к 2030 году эта цифра может достичь 65,7 миллиона пациентов, ну и к 2050 году эта цифра может вырасти до 115 миллионов. Ну вот я зашел на сайт, посвященный изучению болезни Альцгеймера, и вот там материалы 2020 года. Ну, во-первых, один случай деменции развивается через каждые 3,2 секунды. Я просто взял калькулятор и посчитал, наша конференция, регламент ее рассчитан с 11 до 13.15, 8100 секунд, и за это время 2531 случай деменции, согласно вот такой статистике, должен произойти в мире. Но посмотрите, как изменились прогнозы. Как изменились прогнозы. Значит, вот на 2020 год зарегистрировано 58 миллионов, а вот 2030 год, сравните с данными прогнозов 2013 года, тогда прогнозировалось 65 миллионов, ну почти 66, а сейчас прогноз 82 миллиона, а к 2050 году, посмотрите, насколько изменились прогнозы. То есть частота развития и выявления деменции неуклонно нарастает. Неуклонно нарастает. Артериальная гипертензия, она является одним из факторов риска развития когнитивных нарушений, гипертония и возраст – два главных фактора. Вот данные по поликлиникам Москвы. Здесь взяли пациентов, которые просто пришли на прием к врачу по самым разным причинам. И исследовали у них вот этот когнитивный статус по вот этой короткой шкале оценки когнитивного дефицита. И что оказалось, среди пациентов, приходящих в поликлинику, почти у половины имеется когнитивное нарушение, причем у 5% уже наблюдались признаки легкой или умеренной степени деменции. Когда посмотрели, о каком же уровне артериального давления, в зависимости от того, сколько баллов они выбирают по этой самой шкале, и оказалось, что у тех пациентов, у которых баллы по этой шкале составляли менее 27, то есть это когнитивные нарушения уже имеющиеся, у них был высший уровень как систолического, так и диастолического артериального давления. То есть это тоже показывает, что гипертония свой вклад в развитие когнитивных нарушений безусловно вносит. Я посмотрел рекомендации наши действующие по артериальной гипертензии. Вот это все, что я нашел, нарушение у пожилых пациентов частично ассоциировано с гипертонией, но и у тех пациентов, у которых стоит examination, короткая шкала исследования когнитивных функций. Ну а вот как американцы к этой проблеме отнеслись, мы издали в 2016 году специальное положение о вкладе артериальной гипертензии в развитие когнитивных нарушений, где главными факторами риска деменции представили возраст и артериальную гипертензию. Это такой многостраничный документ, который очень подробно описывает, как влияет артериальная гипертензия на развитие когнитивных нарушений. Ну а давайте мы попробуем такую схему составить. Конечно, в рамках одного слайда очень сложно вместить все то разнообразие влияния артериальной гипертензии на мозговые функции, на сосуды, на клеточные структуры головного мозга, но тем не менее. Итак, традиционный путь, который нам всем хорошо знаком, это то, что артериальная гипертензия способствует развитию атеросклероза, тромбозам и инсультам. Это хорошо известно, об этом проходит в медицинском ВУЗе, начиная с третьего курса, когда студенты приходят на пропедевтику. Но наряду с этим артериальная гипертензия вызывает и гипертрофическое ремоделирование сосудов, что сопровождается отложением коллагена, развития так называемой болезни в сосудах малого калибра, которые утрачивают галкомышечные клетки и развивается липогиоленоз в этих сосудах малого калибра. Все это вместе взятое приводит к уменьшению просвета сосудов, но она на уровне микрососудистого русла разряжает сеть микрососудистого русла, объединяет микроциркуляторный кровоток, а микросоркуляция, микросоркуляторное звено – это именно то место, где происходит доставка не только крови и кислорода, но и целого ряда других веществ для метаболизма к каждой конкретной клетке. Поэтому микрососудистое поражение оказывается очень и очень важным. В результате всего этого происходит гипотерфузия мозговой ткани, это приводит к поражению белого вещества головного мозга, образованию лакунарных инсультов, столь характерных для этой ситуации. Ну а микрососудистые поражения еще и снижают возможности коллатерального кровотока, и это, с одной стороны, способствует и увеличению риска развития инсультов, и увеличению размера инсульта в том случае, если инсульт произошел. Но и это еще не все, как говорят в том известном магазине на диване. Артериальная гипертензия увеличивает проницаемость гематоэнтисфолического барьера, выходит белок за пределы сосудистой стенки ткани, это развивается микрогеморрагия, развиваются микротромбозы, и все это сопровождается увеличением отыслительного стресса, явлением воспаления, и тоже, в свою очередь, способствует гипоперкузии, способствует поражению белого вещества и развитию лакунарных инсультов. Вот такая примерная схема, как может влиять артериальная гипертензия на церебровоскулярную структуру и функцию. И в этой связи определенная роль, конечно, принадлежит его величество ангиотензина-2. Ну, во-первых, сама по себе гипоперкузия, помимо сосудистых нарушений, еще и приводит к тому, что снижается выведение бета-амилоида, повышается активность этого фермента, бета-секретаза, которая как раз отщепляет этот амилоид от белка предшественника. Получается, что снижается выведение амилоида раз, и увеличивается его продукция два. Все это вместе взятое накапливает бета-амилоид, способствуя развитию еще и болезни Альцгеймера. Ну, кроме всего прочего, бета-амилоид также способствует именем воспаления институтивного стресса и эндотелиальной дисфункции, и начинает негативно влиять на атеросклеротические бляжки. Ну и, конечно, мы все хорошо знаем, что ангиотензин-2 через рецепторы первого типа также способствует прогрессированию атеросклероза и сосудистому ремоделированию. Но, кроме всего прочего, эллоида – это одна сторона влияния ангиотензин-2 на болезни Альцгеймера. Но есть и положительное влияние. Мы знаем хорошо, что ангиотензин-2, тот же самый, стимулируя рецепторы второго типа, ангиотензин-2 обеспечивает базопротекцию и обеспечивает устойчивость к ишемии. Есть такие исследования, которые показывают, что чем больше ангиотензин-2 в головном мозге, тем он более защищен от ишемических повреждений. И это как раз реализуется через стимуляцию рецепторов второго типа. Ну вот, давайте посмотрим результаты некоторых исследований последних лет, которые показывают роль артериальной гипертензии и влияния на снижение когнитивных функций. Исследование выполнено в 2020 году, свыше 7 тысяч человек. Видите, они относительно молодого возраста, средний возраст 58 и 9 десятых года. И в зависимости от возраста мы видим, что гипертония носит больший вклад в развитие когнитивных нарушений. Это когнитивные тесты, которые применяли у этих пациентов, уцентка памяти, общий когнитивный тест. И эти тесты выглядели хуже, чем был больше возраст. И хуже выглядели у пациентов с артериальной гипертензией, чем у пациентов с предгипертонией. И, конечно же, тем более, чем у пациентов с нормальным артериальным давлением. Далее посмотрели этих пациентов, поделили на две группы, у которых гипертония была контролируема и неконтролируема. И, как вы видите, неконтролируемая гипертензия дает худшие результаты по тестам оценки когнитивной гипертензии. Но обратите внимание, возраст-то тоже небольшой. Средний – 51 год. И с левой стороны таблицы, вот те тесты, которые выполнялись этим пациентом, и каждые 10 миллиметров увеличения, в особенности состояния... Известное исследование, исследование SPRINT, после которого начали пересматривать целевые уровни артериального давления. И вот в американских рекомендациях появились более жесткие цифры, и в европейских рекомендациях тоже цифры стали более жесткими, не такими, как в американских, но все-таки жестче, чем были в предыдущих клинических рекомендациях по гипертензии. Помнишь, достижение систолического давления меньше, чем 120 миллиметров, но столба приводила к снижению сердечно-сосудистых событий, вот и теризм снижался на 25% к снижению общей смертности, на 27%. Но вот большинство пациентов, которые в том исследовании участвовали, им выполняли когнитивные тесты, хотя бы один когнитивный тест был выполнен, вот было-то 9 360 пациентов, и подавляющему большинству хотя бы один когнитивный тест был выполнен. Что оказалось? Оказалось, что интенсивный контроль артериального давления снижает относительный риск деменции на 17%, ну чуть-чуть не дотянул здесь этот показатель до статистической достоверности, это деменция, а вот когнитивное нарушение, достоверное снижение на 19% происходило при более интенсивном контроле над уровнем артериального давления. Вот данные наших сотрудников, это Илья Михайлович Давидович, под его руководством выполнялась диссертация, доктором Афанасковым, военным врачом, и вот там была когорта пациентов, 47 человек, среднего возраста 39 лет, видите, да, это молодые люди, это больше того, это офицеры сухопутных войск, вот у них это исследование производилось, и чем дольше существовала у них артериальная гипертизия, это вот зеленые столбики, гипертония более 5 лет, тем хуже были показатели памяти, и тем хуже были тесты на выполнение проб на внимание. То есть чем больше была гипертония, тем хуже они выполняли когнитивные, тесты на когнитивный дефицит. Это пациенты среднего... Теперь возникает вопрос, а как же влиять, какие пути воздействия на улучшение когнитивной функции. Метаанализ исследователей артериальной гипертензии, значит, взяли информацию о 160 тысячах пациентов, и 16, почти 1800 человек из них принимали сортам. В сравнении с другими группами антигипертензийных препаратов получено снижение риска развития инстинута, достоверное снижение на 21%, ну и 17% снижение риска развития сердечной недостаточности. Но мы говорим о церебропортативном действии, поэтому я бы хотел обратить внимание на эту цифру сортам в сравнении с другими. Большое исследование наблюдательное, когортное, опубликованное было в 2010 году. Обратите внимание, количество пациентов, 819 тысяч с лишним. Тоже сравнивали сортаны с лизинаприлом и с другими сердечно-сосудистыми препаратами. У принимавших сортаны реже развивалась болезнь Альцгеймера, реже развивались все случаи деменции. Когда сравнили сортаны с лизинаприлом, то относительный риск развития и болезни Альцгеймера, и деменция снижалась на 29%, а у сортаны в сравнении с другими препаратами также приводили на 26% и на 24%, соответственно, снижению риска развития болезни Альцгеймера и деменции. Выделили группу пациентов, которые... ...таблицы снижал риск развития деменции на 72%. Все-таки тенденция была к увеличению риска развития деменции. Еще одно исследование. Мы идем дальше по времени. 2014 год. Почти 50 тысяч пациентов, поделенных один к одному, принимавшие сортаны или принимавшие другие антигипертонизивные препараты. И обратите внимание, что у пациентов, принимавших сортаны, было достоверно меньше, был достоверно более низкий риск развития и всех случаев деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но я хотел бы обратить внимание, что тут некоторые группы препаратов показали даже некоторое увеличение в отдельных случаях, как касается ингибиторов АПФ в том числе. И в данном случае при болезни Альцгеймера и бета-блокатором. Поэтому все препараты, разные группы препаратов первого ряда, которые нам определены рекомендациями для лечения от реальной гипертензии, очень по-разному защищают пациентов от прогрессирования когнитивных нарушений и развития деменции. И сравнили с теми, кто принимает другие антигипертензивные препараты. И какова была... ...и принимавшие другие антигипертензивные препараты. Обе группы были совершенно одинаковы по количеству... ...что это касается и болезни Альцгеймера, и сосудистой деменции. Здесь с артами превоздают... ...чем дольше принимали с артами, тем лучше они защищали от... ...еще одно тоже исследование, направленное на сравнение с артанов с другими препаратами в нейропроцессии. Здесь уже не деменция, здесь... ...на них можно каким-то образом воздействовать, в частности, применить с артаны. И вот оказалось, что те пациенты, которые принимали с артана, а это вот темно-серые столбики, это принимание, у принимавших с артаны в сравнении с другими антигипертензивными препаратами, так, это светло-серые столбики, мы видим лучшие показатели выполнения тестов по оценке памяти и по распознаванию. Ну и когда этим пациентам сделали магниторезонансную терапию, оказалось, что с артаны по-разному влияют на развитие вот этих самых гиперинтенсивных очагов в белом веществе мозга, оценивание объема этих гиперинтенсивных очагов, которые, чем их больше, тем, естественно, больше повреждено это белое вещество мозга. Так вот, другие антигипертензивные препараты и сартаны, которые не проникали через гематоэнцефалический барьер, они не показали здесь какой-то особой протективной функции в отношении предупреждения развития вот этих вот очагов поражения белого вещества мозга. А вот сартаны, которые проникают через гематоэнцефалический барьер, от нематолицикамисартан, волсартан, этилмисартан, они оказывали протективные свойства и объем гиперинтенсивных очагов белого вещества был у них, у тех, кто принимал другие препараты, и даже чем у пациентов с нормальным уровнем артериального давления. Но, правда, пациенты норматоники, они этой терапии не получали волосы. Ну и в прошлом году был опубликован такой мета-анализ нескольких исследований по влиянию приема препаратов на риск развития деменции. Мы видим, что все вот эти вот отметки, они оказывают статистическую недостоверность в большинстве случаев. Но, тем не менее, если взять группу блокаторов рецепторов Амгетинзина-2, то все, тенденцию, хоть и не достоверно, но, все тенденцию к уменьшению риска развития деменции. Ну, а в других группах препаратов вы видите, что эти отметки рисков, они во многих ситуациях смещены и в противоположную сторону, хотя тоже достоверных отличий здесь мы статистически деменции на 12% и болезни Альцгеймера на 16%. Ну, а теперь давайте посмотрим. Вот исследование, опубликованное уже в этом году, свежимки совершенно 21-го года, сортаны в сравнении с ингибиторами АПФ, это речь идет о болезни Альцгеймера, значит, тоже выполнялись тесты когнитивные этим пациентам и лучше они выполнялись у тех пациентов, которые получали именно сортаны в сравнении с ингибиторами АПФ. Ну, здесь еще, правда, сравнили между собой проникающие и непроникающие через гематоэнцефалический барьер сортаны и ингибиторы АПФ. Ну, вот так же, если взять проникающие через гематоэнцефалический барьер сортаны и проникающие ингибиторы АПФ, то вот тесты на зрительную координацию выполняли лучше те пациенты, которые принимали проникающие через гематоэнцефалический барьер сортаны, чем те, кто принимал ингибизоры АПФ. Морфологические данные по влиянию препаратов на степень выраженности морфологических изменений при болезни Альцгеймера данные аутопсии. 890 гипертоников, которые имели и не имели когнитивное расстройство данные аутопсии, поэтому они особой, конечно, ценности обладают, потому что разрезали и посмотрели визуально под микроскопом. И вот я хотел бы обратить ваше внимание, что менее выраженные морфологические стадии болезни Альцгеймера наблюдались, вернее, у тех пациентов в той группе, где наблюдались менее выраженные морфологические стадии, ведь больше всего было принимавших сортаны, а у тех пациентов, у которых наблюдались выраженные морфологические стадии, принимавших сортаны было гораздо меньше. То же самое касалось и наличия сильных бляшек морфологического маркера болезни Альцгеймера. В группе, где либо не наблюдалось, либо они были единичными, преобладали пациенты, которые принимали сортаны, а там, где встречались часто эти семейные бляшки, то в этих группах преобладали пациенты, ну, конечно, не леченые в первую очередь, но и другие пациенты, которые принимали другие не сортаны, а антигипертензивные препараты. Ну, исследования по влиянию сортанов на когнитивные функции проводились, вот, в частности, я хотел привести исследование, наверное, оно знакомо многим, оно давно было выполнено, в 2003 году результаты его были опубликованы, это исследование СКОЛ, где сравнивали кандисортан с плацебо на фоне возможного присоединения в случае недостаточно эффективности другой антигипертензивной терапии. Здесь применилась доза кандисортана 8 и затем тетрования до 16 миллиграмм, неполная терапевтическая доза, ну, и результаты этого исследования показали, что применение кандисортана может снизить риск несмертельного инсульта, достоверно снижало риск несмертельного инсульта на 27,8%. Любой инсульт на 23,6%, но здесь, видите, чуть-чуть, опять же, не дотянуло этот показатель до того, чтобы стать достоверным. Такая вот тенденция, достаточно определенная, снижение любых инсультов. Ну, а когда выделили из этого исследования каборту пациентов с изолированной систолической артериальной гипертензией, то оказалось, что вот у этой каборты пациентов кандисортан уже достоверно снижал риск развития любых инсультов, смертельных и несмертельных, на 42%. Кроме того, в одном из субанализов было показано, что кандисортан работал лучше тогда, когда у пациентов уже были исходно сниженные когнитивные функции. Видите, существенно замедлял прогрессирование когнитивных нарушений кандисортан именно у этих пациентов, у которых было умеренное снижение когнитивных функций. Ну и участие пациентов, как было немного из этого исследования, им помимо вот этого короткого теста на исследование когнитивных нарушений, ММСЕ-теста, выполнялись дополнительные тесты на состояние когнитивных функций, скорость мышления, внимание, память, кроковременную память и исполнительные функции. И применение кандисортана достоверно лучше показало результаты тестов на внимание, на память, на события. Ну и вот тоже достаточно такая тенденция к лучшим показателям тестов на скорость мышления. Ну, здесь этот тест оказался статистически недостоверным по всей вероятности из-за того, что всего было 257 пациентов, где их недостаточно мощным был этот субанализ, когнитивных пациентов, которым выполняли дополнительные тесты на когнитивные функции, она оказалась весьма-весьма небольшой в этом исследовании. Ну и еще одно исследование по сравнению эффективности кандисортана с ингибиторами АПС, в данном случае с лизинабрилом, то есть здесь уже конкретно два препарата мы с собой сравнивали по влиянию на когнитивные функции. Также это исследование, которое выполнено было в прошлом году, опубликовано, оно показало, что пациенты, которые принимали кандисортан, лучше выполняли тесты, в данном случае тесты на зрительно-моторную координацию. Здесь чем меньше секунд потребовалось для выполнения этого теста, тем лучше. Ну и когда сделали этим пациентам магнитно-резонансную томографию, то оказалось, что у пациентов, принимавших кандисортан, отмечалось гораздо меньше повреждения белого вещества мозга, чем у тех пациентов, которые принимали лизинабрил. Вот это подчеркивает то, что сортаны обладают особой защитной функцией в отношении церебропротекции, в отношении развития когнитивных нарушений. То есть они имеют преимущество и перед другими группами препаратов, и перед ингибиторами АПС. Ну и заключение по этому исследованию, о котором я только что сказал, это заключение не я придумал, это вынесли авторы этого исследования. Результаты демонстрируют, что кандисортан превосходит лизинабрил по протекции когнитивных нарушений. Эффекты не зависят от гипотензивного действия, но дополняют его, потому что артериальное давление, степень снижения артериального давления в этих сравниваемых группах была абсолютно одинаковой. Ну и вот несколько экспериментальных данных в конце моего выступления, которые немножко проливают свет на то, почему сортаны и кандисортан в частности обладают вот таким особым нейропротективным действием. Конечно, данные экспериментальных исследований в полной мере нельзя переносить на клиническую практику, но все-таки они проливают свет на целый ряд механизмов. Многие вещи ведь можно выполнить только в эксперименте, а у пациентов это выполнить нельзя. Вот первое, это то, что касается степени взаимодействия различных... Верхний левый угол это кандисортан, дальше вверх кандисортан, лозартан и его активный метаболит. И показали эти экспериментальные исследования, что если дать хорошую дозу, вот видите, тут разные дозы, дозозависимый эффект существует, в определенной дозе любой из сортанов может надежно заблокировать рецепторы первого типа. Однако давайте посмотрим, что происходит дальше. Вот если посмотреть на ирбистартан и на лозартан, то достаточно быстро начинают они свою ингибирующую активность терять. И уже через 2-3 часа... ...эффект, при этом плазменная концентрация, вот на правом графике, она снижается к концу первых суток, а эффект блокирующий остается. Это с чем связано? С тем, что кандисортан надежно цепляется за эти рецепторы первого типа и надежно блокирует их. Он остается на рецепторах, хотя концентрация в плавной крови этого препарата уже снижается. Но есть такие данные, что молекула кандисортана обладает большим количеством активных групп. И с большим количеством активных точек на рецепторах первого типа связывается кандисортан, чем... ...тут тему. Еще... ...поставители группы... ...такая модель экспериментальной крысы-гипертоники. Они рождаются гипертониками, и даже давление у них артериальное примерно такое же, как у людей. Там 190-180 мм штукного столба. Вот чем отличаются их микрососуды от здоровых. И в данном случае средняя мозговая артерия. Мы видим, что у крыс-гипертоников выражено ремоделирование микрососудов, выражено ремоделирование средней мозговой артерии. И гипертрофия какая-то колоссальная, очень хорошо видна. А вот то, что делает кандисортан за 28 дней у этих крыс-гипертоников, мы видим, что уменьшается гипертрофия как на уровне микрососудов, так и на уровне средней мозговой артерии. Просвет увеличивается. Вот влияние сортанов на состояние мозговых сосудов, на мозговой кровоток. Еще одно экспериментальное исследование, которое тоже показало, что в сравнении с ремеприлом, кандисортан уменьшал объем инсульта и уменьшал выраженность неврологического дефицита. А этим крысам проводили 5-дневное кормление кандисортаном либо ремеприлом, затем вызывали окклюзию средней мозговой артерии. И оценивали вот эти показатели, и оценивали показатели нейротрофической системы. Система нейротрофина – это белки, которые регулируют выживание клеток неровных дифференцировок и поддержание их функций. И вот посмотрите, наряду с тем, что объем инсульта был меньше на кандисортане в сравнении с ремеприлом, еще мы видим, что увеличивалось образование рецепторов, кератиназных рецепторов, через которые вот этот самый мозговой нейротрофический фактор и оказывает свое защитное действие на клетке головного мозга. Это тоже особенность группы сортанов и кандисортанов-чатков. Итак, заключение из моего сообщения. Артериальная гипертензия, ну, наверное, надо добавить и возраст тоже, да, сюда. Но с возрастом мы ничего, к сожалению, сделать не можем, а с гипертензией можно. Поэтому гипертония – это один из ведущих факторов риска развития когнитивных нарушений и деменции, а антигипертензивная терапия с достижением целевых цифр артериального давления – важнейший фактор замедления этих расстройств. Блокаторы рецепторов амгитинзина-2, или мы их называем сортаны, наряду с антигипертензивным действием имеют еще и дополнительные нейропротективные свойства, которые обусловлены, ну, конечно же, блокадой рецепторов первого типа, дальше стимуляция рецепторов второго типа, потому что если заблокировать рецепторы первого типа, амгитинзин начинает вырабатываться в большем количестве, но все его действие направляется на стимуляцию рецепторов первого типа. Кроме этого, сортаны способствуют тому, что процессы сосудистого ремоделирования замедляются, и еще и стимулируется система нейротрофимов. Ну, а высокая нейропротективная эффективность кандесортана, наряду с вот этими общими свойствами сортанов, она также обусловлена еще и очень высокой проницаемостью через дима-тоэнцефалический барьер. В литературе вообще пишет о том, что у кандесортана чуть ли не наивысшая проницаемость антигипертезивных препаратов через гемо-тоэнцефалический барьер и очень высокой способности длительно блокировать. Ну, вот то, что я хотел сходить. Свой слайд в стимуляциях, а я сделал свой слайд еще. Я вот с фотоаппаратом гулял по площади, вот такие картинки запечатлел. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Сергей Леонидович, за очень интересный доклад и, главное, очень важный. Вот, пока вот у нас идет конференция, мне уже моя мама, ей 88 лет, несколько раз позвонила, она меня потеряла. У нее умеренное нарушение, вот, и я постоянно езжу, помогаю ей в решении вот разного рода проблем, которые связаны с возрастом, и с когнитивными нарушениями. Я бы хотел у вас уточнить, вот смотрите, все-таки обычно врачи, практикующие сдержанно, относятся к снижению давления у пациентов старческого возраста, да. И вот я бы хотел ваше мнение услышать. Ну, вот если, допустим, пациент там за 70-75 лет давление 145-155, ну, иногда там 160, ну, такое небольшое, да, повышение артериального давления, и есть когнитивные нарушения, должны ли мы все-таки, да, стремиться, вот, как Спринт нам говорит, да, снижать до 120 миллиметров тутного столба? Как вот вы считаете? Ну, я вот, мое личное впечатление, мое личное мнение, ну, во-первых, конечно, надо соотносить индивидуальной переносимостью более низкой. И, ну, там не только когнитивные нарушения принимать во внимание, наверное, надо посмотреть, насколько есть выраженность там стонозирующих каких-то бляшек в сонных артериях в частности. И не только, наверное, в сонных артериях, потому что, наверное, перфузия других органов тоже имеет очень важное значение. У нас был пациент, у которого была высокая артериальная гипертензия, и именно она поддерживала ему перфузию в нижних конечностях. Это был мой сокурсник, к сожалению, в ушедшем жизни. Там был выраженный атеросклероз. И когда открыли одну из артерий, подключичную артерию, и померили давление на этой руке, то оно оказалось не там 110, как у него было, а 200 с лишним, понимаете? То есть вот такое было, вот это давление, оно поддерживало эту перфузию. Поэтому, я думаю, надо оценивать в целом этот статус. Но, наверное, если пациент такой переносит хорошо, например, давление 130 на 80, то почему бы ему не поддерживать такой уровень артериального давления, если у него нет тяжелых гемодинамически значимых стенозов? Вот я думаю, что тут однозначно к этому вопросу подходить нельзя. Надо, конечно, оценивать ситуацию в целом. Ну, а клинические рекомендации, они нам диктуют простую фразу. Если переносимость есть хорошая, то вот можно снижать до оптимальных цифр. Меньше 139, но желательно не ниже 120. Ну, наверное, надо следовать этим рекомендациям. Они основаны все-таки на показателях доказательной медицины. Ну, а сам я лично вот таким образом следую. Я смотрю, что делается с другими сосудами, если клиника поражения других сосудов, ишемическая картина. Ишемическая болезнь тоже, ишемическая болезнь сердца тоже, ведь перфузия имеет значение в коронарных артериях. Мы можем понизить артериальное давление, таким образом понизить коронарные перфузии. Начинается еще ишемическое длинение со стороны сердца. Поэтому здесь надо, наверное, смотреть на индивидуальную переносимость. Но все-таки, в любом случае, наверное, оптимальный уровень давления при хорошей переносимости должен быть, наверное, в диапазоне, если говорить по асистолическому. Это 129-130. Но если пациент мне говорит, что я такое давление плохо переношу, у меня головокружение начинается, ну, наверное, таким пациентам надо все-таки чуть повыше давление держать, потому что они могут при низком давлении синкопальное состояние выдать, упав, ударившись, в общем, причинив в принципе здоровье больше, чем те миллиметры, которые мы стараемся снизить, небольшое количество этих миллиметров, интенсифицируя антигипертензивную терапию. Вот я бы так. Спасибо. Ну, это разумный ответ, и я тоже примерно так же смотрю на подобные ситуации. Хочу еще обратить внимание, вот вы затронули этот важный момент, да, падение пациентов, ведь часто падают, пожилые, старики особенно, да, и там есть переломы, проблемы, там шейки, бедра и другие. И, конечно, чем жестче мы контролируем давление, тем, в общем, выше у нас риск порой нарваться и на вот ортостатические разные реакции. Вот. Ну, и спасибо вам большое еще раз, и мы продолжаем наше мероприятие, и вот с большим удовольствием я хочу представить слово Елене Афредовне Халудеевой. Она заведует региональным сосудистым центром Приморского края и является, как и все участники нашего мероприятия, председателем Приморского отделения Российского кардиологического общества. Вот, пожалуйста, Елена Афредовна, слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно? Слышно, видно. Хорошо видно. Да, да, да. И презентацию видно, да? Хорошо видно, да. Да. Спасибо. Фарид Исмогилевич, спасибо за возможность присоединиться к вашей конференции. Спасибо всем коллегам за интересные доклады, которые с удовольствием сама тоже прослушала. Я перехожу к своему докладу. Это антишимическая терапия стабильности на кардию коморбидного пациента. Так, переключение. Почему-то не переключается слайд. Секунду. Да. Перед вами слайд. Известный слайд Европейского общества кардиологов. И было очень много обсуждений. Насколько это будет удобно использовать в практическом здравоохранении? Нужно ли использовать этот термин хронические коронарные синдромы? Вот с моей точки зрения, именно клиническая ситуация, выделение шесть вот этих сценариев по амбулаторных пациентам, очень удобно именно в практической медицине. Почему? Потому что мы видим пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца, с разными клиническими ситуациями, обсуждаем разную возможность коррекции этих пациентов. Это пациенты, которые перенесли до года после коронарного синдрома, через год после коронарного синдрома. Это пациенты, которые депетировали сердечную недостаточность или левожелудочковой дисфункцией. Это пациенты с коронарной болезнью сердца со стабильным течением, с микровой сосудов, с инакардией. А симптомная коронарная болезнь сердца. И у всех, у этих пациентов, возможности в настоящее время коррекции в терапии разные. И мне очень нравится, я думаю, что вы тоже, наверное, будете у себя, или уже обсуждали, Фарид Асмагилевич, вот это клиническое классификацию химической болезни сердца, где кроме вот типичной вот этой стабильности на кордее с ее классами, нестабильной, все-таки микровоскулярной и микроциркуляторной стенокардии. Здесь указано, что она бывает не только первичная, она бывает вторичная за счет других заболеваний, за счет амортального стеноза, гипертрофической кардиомиопатии. И так далее, множество симптомов, и то, что мы приводим эту классификацию, мне кажется, именно связано с тем, что мы с различными клиническими ситуациями сталкиваемся с тем, что он развивается во времени. И патогенетические основы различных видов стенокардии может быть различные механизмы. Это наличие и мышечных мостиков у пациента, и диссекции коронарных артерий, и стенозов, и ростенозов после поведенных ЧТБ. Это может быть и только дисбаланс потребления поступления кислорода, лаза, спазм, и различное стабильное проявление хронической коронарной болезни сердца. Но во времени этот пациент, еще раз доказывает этот слайд, имеет разные подходы к лечению и диагностике. Но между тем, целью, которую мы преследуем у пациента с хроническим коронарным синдромом, это, прежде всего, профилактика сердечно-сосудистых событий. И поэтому, соответственно, цель ведения этих пациентов основная – это контроль артериального давления, контроль антиагрегантной терапии, и частоты сердечно-сосудистых, и контроль артериалов низкой плотности. То есть коррекция тех факторов, которые дают возможность профилактировать повторные, или, самое главное, первичные сердечно-сосудистые осложнения. Естественно, что в контроле артериального давления эта схема достаточно удобная, изучена всеми уже практическими врачами. Мне кажется, она принята. Это три ступени. В основном сочетание ингибиторов АПФ или сортана с антагонистами кальция, диуретиками. На второй или на первой ступени добавление одного или второго препарата. Добавление АПФ на любом этапе, при наличии специфических показаний сердечной недостаточности, перенесенный инфаркт, фибрилляция предсердия или молодые женщины. Ну и вот эта схема, и соответственно, если мы говорим о резистентной нитертонии, там добавляется эспиринолактон, и, в общем-то, этот пациент рассматривается дальше поступление в специализированный центр. Если мы говорим о кальциях, именно антидринантной терапии, то здесь, согласно рекомендации, основной препарат, антитромботическая основная терапия у пациентов с хронической коронарной болезнью сердца, с синусовым ритмом, это аспирин, и клопидоголь может быть рассмотрен как более предпочтительную симптомных и асимптомных пациентам с заболеванием периферических артерий или перенесенным инсультом в анамнезе. В этом году, то есть рекомендации прошлого Европейского офисного кардиолога и рекомендации нашего Министерства здравоохранения пациентов со стабильностью на кардии, в этих рекомендациях указана возможность использования двойной антитромботической терапии с возможностью у пациентов для снижения риска повторных сосудистых событий. Это препяты, которые, я думаю, уже тоже обсуждались. И мне интересно, что хочется напомнить коллегам, что класс доказательств все-таки 2А – это высокий класс доказательств, но данную терапию нужно использовать у пациентов высокого риска ишемических событий. Прежде всего, это пациенты с многососудистым поражением коронарных артерий, с сахарным диабетом, с атеросклерозом, с перенесенным инфарктом миокарда и ХБП. Но очень трудно иногда разделить вот этот высокий ишемический риск и высокий данную терапию мы можем назначать при отсутствии высокого риска кровотечения. Высокий риск в этой ситуации пациентов относится, конечно, на пациенты, перенесшие инсульт, на течение желудочно-кишечного тракта, печеночной, геморрагической диатезы. Вот тот пожилой возраст их опять же обыкновен. И вот мы иногда видим с вами, что эти таблицы, они пересекаются. Очень трудно выбрать пациента, вернее, пациента высокого риска ишемических событий мы видим. Но очень часто это пациенты высокого риска кровотечения. Естественно, фундаментальные принципы достижения целевого уровня липопротеидов низкой плотности это также одна из целей пациента с хроническими коронарными синдромами, стабильной ишемической болезнью сердца, потому что эти термины равны. И мы должны хорошо понимать, что все исследования доказывают, что снижение относительного риска пропорционально абсолютному снижению уровня липопротеидов низкой плотности. И поэтому этот термин ниже, чем ниже, тем лучше. Этот термин как бы эффективно снижение липопротеидов до уровня 1,4 и интенсивность этой терапии должна базироваться именно на оценке риска осложнений, независимо от причины. А там от хронической болезни почек, диабета и гипотериоза. И второе, от чего она должна зависеть, это только от основного уровня липопротеидов низкой плотности. И естественно, что согласно рекомендации, мы добиваемся целевого уровня липопротеидов назначением высоких достатинов и эзитимиба. Если мы не добиваемся целевого уровня, то рекомендуется комбинация с ингибиторами ПСК-9. Я могу сказать, что у нас в Приморском крае пока нет пациентов, кому бы мы назначили. Не потому, что их нет, наверное, и не выявлено. Но складывается впечатление, что если мы действительно используем высокие дозы статинов в сочетании с эзитимибом, то в основной своей эгогорте мы добиваемся целевого уровня липопротеидов низкой плотности. Конечно, сейчас очень много говорится о том, что коррекция всех этих факторов, все равно у каждого пациента, у перенесшего сосудистые события, остается остаточный сердечно-сосудистый риск. Чем мы его можем снизить, какие еще перспективы. Конечно, кроме того, что коррекция липидов, это сейчас очень много работ по снижению воспаления. Это исследование КАНТОС, исследование КОЛКОС, снижение риска тромбоза, исследование КОМПОС, который мы сейчас очень много будем использовать, используем уже в настоящее время. Это возможности снижения уровня 3-глицеридов, исследования REDUCE, потому что в настоящее время повышенный уровень 3-глицеридов все-таки является фактором для повторных сердечно-сосудистых событий. Поэтому я думаю, что каждый год эти перспективы снижения остаточного риска, новые исследования будут нам открывать новые возможности. Но между тем, выполняя все, что выше сказанное, мы должны сказать, что пациента интересует именно его качество жизни. Потому что даже если мы ему скажем, что мы корректируем все факторы риска, но у него будут оставаться симптомы стенокардии, то качество жизни пациента будет оставаться низким. И поэтому не зря вот в этих рекомендациях отдается достаточно места на именно достаточное внимание, уделено лифению, которое направлено на устранение именно симптомов. И всем пациентам, в принципе, отмечен принцип коррекции дозировок, и всем пациентам со стабильной ишемической болезнью сердца рекомендован все-таки хотя бы один препарат для устранения клиники стенокардии. И у всех пациентов рекомендовано оценивать эффективность этих симптомов через 2-4 недели от начала терапии. Я хочу представить тоже один из таких клинических примеров. Это обычный пациент. Это мужчина, 57 лет, с гипертонической болезнью в течение 15 лет. Постоянный терапия в течение 10 лет. Он регулярно принимает жардин, 25 мг, бисапролол, периндобрил, амладипин и розовостатин. 10 лет назад по поводу различных, больше это была клиника атипичной стенокардии и сочетание с таким, и атипичная кардиологическая возможность, синдром, да. Мы не видели его в то время, поэтому мне трудно говорить сейчас. Ему тогда проводилась коронарография, гемодинамические значимости нозов не было выявлено. Надо сказать, что пациент больше наблюдался в эндокринологии, и он добивался контроля, но, собственно говоря, наверное, он ни с чьей рекомендацией не был привержен, хотя он принимал терапию, но целевого уровня липопротеидов низкой плотности не было. Телекоза крови 9 месяцев назад, ну, чуть больше уже, так у него 6 месяцев назад у него типичный синдром, задний инфаркт, проводится транслюмбальная ангиопластика правой коронарной артерии, ревоскулиризация неполная, у него остается стеноза ВТК и ОВ, неровности контуров переберения артерии, но диаметр артерии малый. И поэтому от транслюмбальной последующей ревоскулиризации решено воздержаться. И при расширении режима у данного пациента уже возникает клиника атипичная стенокардия, более длительная, но еще в левой половине грудной клетки, но они связаны с физической наброской. Здесь вот приведен на слайде его уровень липопротеидов низкой плотности при поступлении просто к нам в РССР. Ну, это не раз доказательство, что наш пациент, то есть он принимал розовый статин, но целевого уровня далеко не было. Мужчина физически очень активный. Желудочка, гипокинез, чистота пульса 56 и индекс массы тела 32. Вот те боли, которые он предъявлял, это были как атипичные стенокардия нами оценены только потому, что в основном они были связаны с физической нагрузкой. И все-таки вот наличие вот этих болей говорит о том, что у пациента есть нарушение микроциркуляции. И вот эта микроциркуляторная дисфункция, все-таки вот то, что мы говорим, что 10 лет назад у него проводилась коронарография, вероятнее уже тогда были явления нарушения в микроциркуляторном русле. И обычно эти явления, они, конечно, предшествуют развитию эпикардиальных поражений, которые мы уже видели при поступлении к нам, которые дебютировали с острова Инфоркта. И, конечно, они имеют вот эти поражения, изменения, которые были у него 10 лет назад, конечно, должны были вызвать у врачей, которые его ведут, достаточно жесткую позицию по контролю всех факторов риска. Не очень хорошие получились у меня данные коронарографии, но я к чему хочу сказать. Вот его правая коронарная артерия, которая здесь ревоскулиризирована, и вы видите мелкие артерии с плохим, с дистальным руслом стеноз, густи огибающих, густи ВТК. То есть вот такое поражение, которое осталось после ревоскулиризации миокарда. Опять же, возвращаясь к тому, что остались боли у этого пациента, мы понимаем, что механизмы развития шемии миокарда, они различны. Это, конечно, фиксированные динамические стенозы эпикардиальных коронарных артерий, и это микрососудистая дисфункция, это локальные диффузные спазмы коронарных артерий. Но самое главное, что все эти механизмы могут сочетаться у одного и того же пациента. И вот в этом алгоритме антишемическая терапия эксперты рекомендуют к нам пошаговый подход. И смотрите, на мой взгляд, очень интересно, все эти группы выделены, 4 группы. То есть стандартная терапия – это бета-блокатор антагонист кальция. Если это высокая частота, больше снизить всегда бета-блокатор, низкая терапия – это антагонист кальция. Если дисфункция пациенту, пациента лево-желудочная или сердечная недостаточная, это использование, конечно, начало с бета-блокатором. Но есть пациенты, у которых низкое давление. И использовать ни одно, ни другое очень тяжело. Основные препараты бета-блокаторы – антаголисты кальция. И в этих случаях можно перейти на второй шаг. И экспертами указано, что иногда эти препараты с второго шага могут подняться на первый в особо клинических ситуациях. Чаще всего это связано с низким артериальным давлением и с низкой частотой сердечных сокращений. Но все-таки вторым шагом мы добавляем сначала бета-блокатор антагонист кальция. С низкой частотой мы добавляем нитраты. В дискуссии живущие бета-блокаторы, бета-блокаторы, бобродин. И с низким давлением бобродин в сочетании с илитриметазидин. И вот в третьем шаге у нас возможно добавление еще препаратов второй группы. Вы видите, что препараты второй группы входят никарандил, раналазин и триметазидин. Класс – доказательств у всех этих препаратов одинаковые. За что мы можем улучшить? Конечно, как раз мы улучшаем вот это микроциркуляторное русло назначением этой антиишемической терапии. Два слова скажу про нитраты, потому что сейчас мы как-то меньше используем нитраты. Никаких исследований с нитратами не проводилось, потому что нитраты улучшали качество жизни, но ни одного исследования по улучшению прогноза с нитратами не проводилось. Вот это все-таки по нашему пациенту мы решили добавить нашему пациенту никарандил в нашем шаге. И решили оценить, как нам и рекомендуют. Следуя нашим рекомендациям, оценить эффект через 2-4 недели после назначения препарата. Почему, наверное, мы решили именно назначить кардиник, и сегодня, может быть, тоже вставить я свое сообщение, потому что вообще этот препарат известен давно, он был заложительными пациентами. В 2006 году он используется на европейском рынке, а в России он появился с 2009 года. Это активатор АТФ-зависимых калиевых каналов. За счет своего нитратоподобного действия он снижает преднагрузку на миокард, а за счет открытия именно АТФ-зависимых калиевых каналов он улучшает микроциркуляцию, он как бы улучшает перфузию в ишемизиром, она миокардия, открывая АТФ-зависимые калиевые каналы в саркалемии и митохондриях. И вот у этого препарата отсутствует эффект элиантности, и в принципе он еще обладает кардиопротективным действием. Потому что вы знаете, что у всех пациентов с ишемической болезнью от сердца есть такой эффект прикондиционирования, это метаболическая адаптация миокарда на фоне повторных приступов стенокардии. И в частности, никарандил, он обладает кардиопротективным действием, потому что он полностью воспроизводит защитные эффекты ишемического прикондиционирования, подготавливая сердце к ишемии, содействуя энергоснабжению и предотвращая происходящие в ней клеточные изменения. У препарата никарандил с торговой названием его кардиник, он проходил исследование, и все это опубликовано в кардиологических журналах, по сравнению своей эффективности, ангенальной эффективности, прежде всего, конечно, с нейтрактами. И вы видите, что количество приступов в неделю через 3 месяца уменьшилось на фоне, и именно это увеличение мощности пороговой нагрузки. Мы проходили исследование именно с сильными, и с сильными, и с сильными, и с сильными антикорринальной активности с самым демпином, где тоже также было получено увеличение длительности, уменьшение количества приступов с ценокардии, увеличение времени до наступления приступов с ценокардии. Но вот самое, наверное, веселое исследование, это исследование Квазар, которое было проведено Сергеем Юрьевичем Марцевичем. Там было очень красиво отобрано исследование. То есть пациенты были разделены на две группы. У пациентов у всех был документирован атеросклероз, то есть документированная ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца была документирована фактом перенесенного инфаркта, доказанной коронарографией, была документирована или была документирована стрессовыми пробами на сцинтеграфе. И эти пациенты вслепые, это было слепое исследование, что тоже очень достойно, они были разделены на две группы. Всем был назначен метапролол в дозе 50 мг, и всем был добавлен кардиник. И эти пациенты были исследованы также по нагрузочным пробам. И вот вы видите, что сочетание этого бета-блокатора с кардиником позволило изменить количество приступов стенокардии, уменьшить на 17% через 6 недель. Поэтому по сравнению с бета-блокатором и плацидо. Так как, во-первых, сам исследователь, очень уважающий человек, я считаю, что это очень достойное исследование. Также было влияние кардиника на время достижения депрессии по переносимости физической нагрузки. Вы видите, насколько это время было увеличено на фоне приема кардиника. Вообще, два исследования, которые позволили кардинику занять свое место, вот в этой антишимической, это исследование ИОНа, ИОНское исследование было явно увеличившись в количестве больных, чтобы вы понимали, что эти исследования были достаточно серьезными. 5126 пациентов. И по этим исследованиям было показано, что все-таки назначение не карандило, снижало частоту коронарных событий, или не планов в госпитализацию, и снижало риск развития острого коронарного синдрома на 21%, и все сердечно-сосудистые осложнения на 15%. И очень было интересно, наверное, исследование ОАЗИС, потому что здесь были пациенты с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, которые были подвергнуты чрезкожным коронарному вмешательству, и здесь также было снижение риска смерти на фоне назначения не карандила. Ну, не буду уже, я сказала, вот это исследование. В группе не карандила риск снижено 56% в группе ЧКВ. Почему? Вы знаете, вчера тоже был какой-то семинар, в один из них российского кардиологического общества выступал представитель НИИ кардиологии ПАНОФ, врач-рентгенхирург, инвазивный хирургия. И тоже спала со стабильным взглядом на не карандил. Почему? Потому что часто, проводя ангиопластику, мы говорим о эпикардиальных артериях, но мы забываем, что после ЧКВ возникает микроабструкция коронарного русла. И все эти микроэмболы как раз вызывают в последующем, может быть, являются причиной, ну, один из механизмов тоже причины микрососудистой стенокардии. И назначение препарата именно, который уменьшает, вернее, обладает нитратоподобным действием, увеличивая диаметр артерии, все равно вызывает дилитацию за счет, потому что все равно оксиды, азотопробы, которые содержатся, молекулы, которые в нем содержатся, обладают вот этим действием на микроабструкцию при ЧКВ. Ну, кроме этого, здесь показывают, что уменьшение, увеличение просвета именно, ну, коронарных артерий. Ну, вот статус микронзила изменился по сравнению с 2013 годом в наших рекомендациях в настоящее время, в 2019 году. Все эти препараты микронзил, раналозин и вабродин следует рассматривать как препараты второй линии для снижения частоты и улучшение прогноза у лиц и непереносимостью бета-блокаторов антагонистов кальция или нитратов длительного действия. А у отдельных, используется кальция на первой линии. Дальнемся к нашему пациенту. При добавлении кардиника 10 мг в первую неделю, со второй недели он увеличен до 20 мг 2 раза в день. А через 6 месяцев он соблюдает всю ту терапию, которую мы ему рекомендовали. То есть терапия, которая позволит ему снизить риск повторных сердечно-сосудистых событий прежде всего. Это джардинс, это бисопролол, периндаприл, амладипин, розовостатин, доза которого увеличена с добавлением азетимима. И антиишемическую терапию. Качество жизни у пациента улучшилось, он физически активен, клиники стенокардии нет, и он продолжает приемы. Пандемия COVID уходит, и может быть мы будем встречать меньше пациентов, но мы сейчас сталкиваемся с так называемым постковидным синдромом. Этот постковидный синдром чаще всего мы видим, что у пациентов тоже после перенесенного постковидного синдрома сохраняются две жалобы. Одышка, если даже он без тяжелых последствий, и сохраняется болевой синдром в области сердца. Иногда это клиника типичной стенокардии, иногда это клиника атипичной стенокардии. Мы знаем, что повреждения миокарда множество механизмов. Надо сказать, что мы действительно видим много сейчас инфарктов первого типа, достаточное количество инфарктов второго типа, как осложнение уже перенесенного ковида. Но все это различные могут быть, может быть, прямое повреждение миокарда, хроническое повреждение миокарда, может быть, миокардит, но доказать его мы практически не можем, кроме того, тем, что проводим эхокардиографию, получаем низкую фракцию выброса при нормальных коронарных артериях. Иногда мы выставляем такой диагноз. Иногда мы за счет развития вторичных стомбоэмболических крови. Уличная гипертензия. Я хочу тоже привести один такой короткий пример уже. Это женщина, которой 55 лет, она курит 15 лет, 10 сигарет в день, индекс массы тела 32,8 у нее. Она обратилась в поликлинику месяц назад по поводу повышения температуры. У нее вирусная пневмония была подтверждена на КТ, но ПЦР был сослов отрицательный, как, я думаю, у многих наших пациентов. И в динамике в течение последних двух недель у нее боли в грудной клетке, в межлопаточной области, ощущения, она очень ярко о них рассказывает, горячие пластины, которые усиливаются в положении лежа на спине. Ну, все это эмоционально накрашенный болевой синдром. Но в динамике у нее на электрокардиограмме появляется нарушение процесса реполяризации. И она по поводу этого вызвала СМП и доставлена к ПСУ, откуда переведена к нам для проведения коронарографии. естественно, у нее не выявлено поражения коронарного русла, то есть обструктивной болезни коронарной нет. Нет зонгипокинеза на эхо, но есть повышение тропонина до 0,63 нанограмм на миллилитр. У нее в анализах повышение холестерина, липопротеидов низкой плотности. У нее лимфоцитоз в анализе деформации ретроцитов. И, соответственно, мы берем ей иммуноглопулины, потому что оцениваем эту перенесенную инфекцию как перенесенный ковид, и доказываем то, что она перенесла ковид, и это было совсем недавно, потому что у нее EMG положительное. Но давайте вспомним, что возможности вообще нашего действия, то есть мы знаем, что на фоне ковида, но прежде всего это тромбозы, мы здесь назначаем низкомолекулярные гепарины, чем мы можем цитокиновый штурм, штурм, дексаметазон, и здесь точка предложения статьи, на первую потому что нарушение эндотериальной дисфункции, и как бы чем иммунная активация, что мы можем сделать с этим пациентом, это доказано, что вообще повышение уровня тропонинов ассоциируется с большей частотой осложнение при ковида, и у пациента с повышенным тропонином этот риск в дальнейшем осложнений выше 4 раза, но чаще это встречается у пациентов все-таки, которые имели ранее сердечно-сосудистые заполевания, еще бы хотел обратить внимание, как-то у нас в головах у врачей, что такая большая терапия, нужно отменить статины, хотел бы все-таки акцентировать внимание, что статины обладают противовоспалительным действием, и все-таки их не нужно отменять у пациентов с ковидом, и после перенесенного ковида целесообразно продолжить прием статинов, потому что у таких пациентов и тяжесть менее выражена, и быстрее выздоровления. Ну вот что мы сделали у нашей пациентки, какие рекомендации дали, конечно, отказ от курения, мы назначили ей антикогулянты, потому что она их не принимала, а в событии прошло еще всего лишь 3-4 недели, назначили розовостатин и назначили ей кордин 20 мг два раза в день, и вот на этой терапии через два месяца как бы возможность течения инфекции самой, возможно, антишемического действия, о котором мы говорили, потому что все-таки улучшение микроциркуляторной русла микроциркуляции на фоне кардиника доказано, и эти приступы у нее также прошли. Итак, я сегодня представила вам антишемическую терапию, препарат кардиник, это препарат выбора второй линии терапии стабильности на кардии, в которой есть доказательство для улучшения прогноза ишемической болезни сердца и для улучшения симптомов. И показания это симптоматическое лечение стабильности на кардию при недостаточной эффективности против показаний к бета-блокаторам или блокаторам антагонистов кальция. Режим дозирования его 10-20 миллиграмм 2-3 раза в сутки. Спасибо за внимание. Очень жаль, что не поставила слайд тоже с дальним баском. Но я думаю, у нас будет возможность еще увидеться всем и увидеть наши прекрасные места. Спасибо. Спасибо большое, Елена Альфредовна, за очень детальный такой доклад. Вот здесь вопрос к вам. Можно ли совместно применять некорандил и предуктал? А я бы расширил этот вопрос. А можно его сочетать с другими нитратами или дегидроперидинами, допустим? Ответьте, пожалуйста. Я могу сказать, сочетать его с амлозепином и бета-блокатором можно. Такие работы были проведены. Поэтому это препарат второй линии, который добавляется к основным препаратам. Сочетание с нитратами, но у него ведь есть действие нитратоподобное, и поэтому смысла нет сочетать его с нитратами. Он сам даст этот эффект, моя точка зрения. Сочетание с триметазизином, я могу ответить так, таких работ не проводилось. у меня опыта я не сочетаю. Мы используем кардиник, у нас есть уже свой личный опыт использования, но я не сочетаю два антиангинальных препарата, хотя мне кажется, механизмы, так как есть разница в механизме, сочетать можно. Ну да, принципиальных возражений нет, и в инструкции ведь тоже нет, о проблемах, которые связаны с этим, да? Да. И еще один вопрос, он тоже касается некарандила, потому что были исследования, в том числе и в российской прессе это обсуждалось. Вот насколько велика вот эта проблема, связанная с некарандилом, с появлением эрозивных поражений слизистой полости рта и дистальных отделов кишечника, это действительно большая проблема или ее сильно преувеличили? Вы знаете, назначая, мы не столкнулись с такой проблемой. С чем столкнулись действительно? На прием некарандила головная боль. И она обусловлена нитратоподобным действием. И есть пациенты, которые не могут переносить его дальше. Настолько выражена эта головная боль, но в связи с чем он используется в начале 10 мг два раза, и только тем, у кого этих эффектов нет, дальше доза увеличится до 20 мг. Случаи этого язвенного поражения описаны, пока мы не имеем опыта своего таких последствий. Я тоже не видел это, видимо, все-таки. И по описанию это вроде не так уж часто бывает. Хорошо. Спасибо большое за информацию по некарандилу. Хочу сказать, я тоже применяю его, в общем, вполне неплохой препарат. Скажите, пожалуйста, у вас есть впечатление или информация, он реже дает головные боли, чем классические нитраты или нет? Такое ощущение, что реже. Хотя, ну, это только личное ощущение. Это личное ощущение. У меня тоже только на фоне ощущений такое же. Хотелось бы, конечно, исследование. Спасибо большое. Так, и вот еще есть два вопроса, но они адресованы мне, и, может быть, всем коллегам будут интересны. Первый вопрос. страховая компания штрафует за то, что не назначили эплеринон всем пациентам после инфаркта, независимо от фракции выброса. Ну, я прокомментирую, во-первых, да, это неверная позиция страховой компании. Почему? Потому что надежных рандомизированных исследований по влиянию, да, антагонистов минералокротикоидных рецепторов пациентам с острым инфарктом миокарда, вот в данном случае с подъемом сегмента СТ и назначения антагонистов миокатикоидных рецепторов не было, не было вообще. Вот, а то, что используются данные регистров или данные анализа под групп рандомизированных исследований, это очень ненадежная вещь. Поэтому, собственно говоря, они не относятся к первому классу показаний, правда же? Вот, а второй класс показаний штрафовать нельзя, вот это потому, что тут нужно учитывать, ну, по сути, индивидуальное, да, есть ли другие показания, есть ли какие-то другие основания, чтобы назначивать препарат. Я бы так ответил на этот вопрос. И второй вопрос, он касается применения метапрололосу кцината в больном с острым инфарктом миокарда. Он обладает хорошим гипотензивным эффектом, вплоть до выраженной гипотонии, при этом целевого уровня ЧСС не достигается. Поступает на реабилитацию пациента после стентирования на дозе 100-200 миллиграмм ЧСС 75-85, АДС 100-110 и плохо переносится. Можно ли ждать разворачивания эффекта, учитывая инфаркт, можно ли назначать два раза или заменить на метапролол, по личному опыту он привлекательнее. Ну, тут очень много вопросов, я коротко на них отвечу, да. Ну, во-первых, любые препараты однократного действия у некоторых пациентов приходится применять два раза, они не дотягивают до утра, ну, вы прекрасно это знаете, да, то ли связано это с быстрым выведением, то ли с метаболизмом, и, например, чтобы утром назначить, иногда приходится небольшую дозу вечером дать, чтобы закрыть утро, допустим, да, то есть это, ну, практикующие врачи достаточно хорошо знают. Второе, что касается влияния бета-блокаторов на ЧСС, это, в общем, достаточно изученный вопрос, правда, в старых исследованиях, да, то есть по степени влияния на ЧСС и АВ-проводимость там иерархия такая, ну, альтернативы это на ВОЛу нету, то есть он, конечно, ну, блестяще просто блокирует, если нам нужно тахикардию, допустим, там, трепетание или там мерцание, там, фибрилляцию подавить, вот, за ним идет метаболол, и дальше идет более мягкий, более легкий, действительно, безаболол. Вот, поэтому иерархия такая. Что касается вот стремления вот прямо сделать ЧСС 50-60 после инфаркта миокарда, то с этим не надо торопиться, тем более, если у вас снижается артериальное давление, не забывайте, что кровоснабжение миокарда-то вообще-то связано с, о чем и Сергей Ленинович говорил, да, кровоснабжение-то связано с давлением, то есть коронарное кровоснабжение идет в диастолу, вот, если вы сильно снизите давление, там же еще зона, там, перинфаркт на весь ишемии, не всегда удается, вот, как Ильяна Афредовна говорила, полностью открыть все коронарные артерии, да, то есть какие-то остаются там ишемические явления, поэтому тут очень-очень нужно осторожно, и еще раз напоминаю, что у нас нет такого правила, что у всех с инфарктом миокарда нужно 50-60 держать, простите меня, таких исследований-то нету, да, мы знаем, да, что при хроническом введении пациентов сердечный недостаток, с низкой фракцией выброса, да, там действительно есть выгода, да, поэтому мы иногда там и добавляем и вабрадин, там, и другие какие-то варианты используем для этого, да, мы знаем, что если у нас есть стенокардия, да, и мы ее плохо контролируем, то в ряде случаев, снижая ЧСС, мы добьемся лучшего эффекта, это тоже правильно, да, или, допустим, есть какая-то наджелудочковая ритмия, поэтому вот так ставить вопрос, что мы всех должны там любой ценой, большими дозами препаратов, вот, бета-блокаторов добиваться брадикардии, да, 50-60, там, это не совсем верно, то есть тут торопиться сильно не надо, это же не влияет на выживаемость, видите, у нас нет надежных данных, что снизив ЧСС, вот прямо после инфаркта мы добьемся выживать, таких же данных нету, вот, и поэтому, конечно, как все практикующие врачи, вот здесь выступали, это видно абсолютно, и я очень рад этому, что люди с большим практическим опытом, конечно, они будут осторожнее относиться, и потихоньку снижая ЧСС, если это необходимо, и давление, не сильно усердствуя, да, потому что вот то, что здесь написано, 110-100, это для многих пациентов с коронарными проблемами вообще неприемлемо, вот, и это, наверное, не совсем правильно, вот, ну вот, два вопроса, да, и остальные, так, вот, благодаря от Елены Амфредовну за очень актуальный доклад, я бы поблагодарил всех вообще коллег, просто замечательные доклады, я с большим удовольствием, и пользой, и тут много исписал даже для себя, чтобы еще раз поглубже разобраться в каких-то вопросах, коллеги, есть какие-то еще вопросы у вас, предложения там для обсуждения и так далее. Тогда, коллеги, всем большое спасибо, вот, и я очень рад вот этому формату, да, что встретились, ну, вот, на наших мероприятиях так не получалось, да, что председатели региональных отделений встретились, вот, начиная там, Маркус, да и дальше все, поэтому, мне кажется, вот, может быть, мы подумаем, да, и продолжим этот формат, и я с удовольствием присоединюсь к вашим мероприятиям, да, потому что все-таки, да, все-таки, мне кажется, за нами же региональные отделения со своими нуждами, с практическими проблемами со всеми, и вот такой формат, мне кажется, очень-очень бы привлекательный был, во-первых, и во-вторых, вот, я, как бы, издали это видео, многих из вас вот на встречах, там, на пленумах всяких, так, вот так живую, там мы и не общались, и мне кажется, это не совсем правильно, поэтому давайте, может быть, да, вот какие-то мероприятия совместные проводить, я с удовольствием, я думаю, коллеги все примут активное участие в наших мероприятиях, вот, по линии российского кардиологического общества, удачи вам, спасибо еще раз, всего доброго, спасибо, Фарид Смогилич, ну, во-первых, вашими усилиями конференция организована, она каждый год проходит, поэтому спасибо вам огромное, спасибо всем, кто присоединился, ну, и, конечно же, моим коллегам, председателям, сопредседателям соответствующих отделений, мы вот со всеми уже знакомы, правда, вот союной донированной, только онлайн знакомы, но, правда, мы уже второй раз с вами принимаем такое совместное участие, поэтому очень приятно было еще раз встретиться, и давайте пожелаем друг другу, чтобы мы встречались, Фарид Смогилич, не только онлайн, но и живьем. Ну, постараемся. Очень хочется. Постараемся. Очень хочется. Постараемся. Спасибо еще раз за приглашение, всего доброго всем, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо.